Тим! Привет, друзья! Горло болит, но всё-таки у нас кальяный подкаст номер 24. И у нас сегодня в гостях первая девушка и одна из самых знаменитых девушек, я считаю, кальяной индустрии Ксения. Я всё-таки, не побося, слово и представлю. Это Ксения из Табака наш. Прости, но так-то даже у меня записано в телефоне. И давай я сразу задам такой входящий вопрос, который интересует многих, потому что не все после презентации крепкой линейки сидели с тобой в кальяной Uberde и разговаривали по душам. Поэтому, Ксения, расскажи вообще свой чуть-чуть жизненный путь, потому что наверняка многие знают, что ты такая милая девушка, со всеми общаешься, тебя все знают. Но откуда ты, что ты, как ты, куда ты, не знаю. Поехали. Итак, мой жизненный путь. Я окончила университет культуры и моя специальность режиссер театра. Я занималась очень долгое время в организации мероприятий, работала помощником режиссера, режиссером, продюсером и так далее. Но наступает 2020 год. Па-бам! И все мероприятия, все спектакли, концерты, все идет по одному месту. Это калит, да? Да, это калит, да. 2020 год, по-моему. Я лежу, значит, у себя на диване и думаю, что делать? Деньги заканчиваются, все заканчивается, я страдаю. Я думаю, блин, я никому не нужна, у меня прям депрессия, депрессия жуткая. Я живу на 35 тысяч рублей в месяц, кое-как, я не знаю, платя за квартиру, там, и как-то ужимаюсь, ужимаюсь. Я думаю, ну, может мне хоть каким-то СММщиком куда-нибудь пойти, может меня возьмут куда-нибудь, там еще что-то. И все, я просто этот посыл в космос отправляю, мы куда-нибудь, куда-нибудь. И потом мой друг Артем Горлов, он раньше работал маркетологом в компании Darkside, в компании Берн, в Давте, и ребята из нашего пригласили его работать с маркетологом в эту компанию. И он пишет у себя пост в Инстаграме о том, что ребята, там, в новый табачный бренд требуется СММщик, кто хочет, пишите, там, и так далее. Я Тёме пишу, я говорю, Тём, я не СММщик, но я научусь чему угодно, вообще, как угодно, я все сделаю, потому что мне, ну, у меня патовая ситуация, я не знаю, куда мне идти, деваться, что мне делать. Он такой, ну, окей, давай попробуем, там, на первый вот этот, как это, стажировочный период, приходи, я тебе помогу, подскажу. Ты, говорит, знаешь, что такое контент-план? Я говорю, ну, я понимаю, что это такое. Вот, я что-то там начинаю судорожно, там, в ютубчике искать, где-то еще искать, что-то делать, там, и так далее. И, собственно, вот, я попадаю в наш, и ребята меня принимают. Я, когда пришла в наш, я не знала, я кроме табака Darkside не знала ничего вообще в кальяной индустрии, потому что у меня друзья работали еще на туре For Revolution, то есть, в целом, я знала только, что есть какой-то там табак, какой-то там Darkside. Вот. Тур подфанала, я не отвечала, что за кальяны, какие продувки, какие табаки, как их забивать, что делать, там, и все остальное. Я вообще это не понимала. И, собственно, я мучила на протяжении, там, двух месяцев Колю Кчарыгина, Женю, ребят из офиса всех, там, как мне ответить вот этому, что мне сделать вот этим, куда мне, как мне, там, помогите мне, пожалуйста. Я не понимаю, как мне отрабатывать возражения, я не понимаю, что мне делать. И, соответственно, вот они меня прокачали за два месяца, и Тёма Горлов меня познакомил как раз-таки со всеми блогерами, с ребятами. И как-то вот так вот понеслось уже, что я взяла коммуникацию с блогерами на себя и уже начала с ними со всеми коммуницировать и общаться. Для меня так странно было, что в кальянной индустрии есть какие-то кальянные блогеры, которые делают какие-то обзоры, кому это вообще надо, зачем это. Ну, то есть, у меня первое время было такое отношение, вы что, совсем, это просто кальян, типа, для чего это, что вы делаете, ну, камон, ребят, кому это нужно. А потом, когда там, типа, появляется Славка МТМ, у которого, там, миллион подписчиков, я не знаю, Айк, Антон Гайворонский, все-все-все, я такая думаю, ну, значит, это кому-то нужно, оказывается, что ребята это смотрят, ребята делают. Ну, и, собственно, вот мы с Тёмой потихонечку-потихонечку начали двигать, двигать вот эту всю историю, и так вот я и была в бренде нашей, ну, как бы со старта, наверное, маркетингового отдела как раз. Получается, ты на какой должности работала? Шла я в должности СММ-менеджера, но в тот момент в небольших компаниях маркетинговый отдел, в маркетинговом отделе сотрудники занимали несколько, как бы, каких-то обязанностей. Ну, не ТММ, там, и ивенты какие-то, и продюсирование каких-то роликов, и все остальное, то есть, в целом, это, ну, такой многофункциональный человек. Все было на тебе? Слушай, ну, наверное, давай сначала... Нет, не все было на мне, я никоим образом это на себя не беру, нет. Ну, то есть, типа, там была команда, Женя помогала, Артем помогал, конечно, типа, нет такого, что все было на мне, я не беру на себя все это, нет. Слушай, а ты как думаешь, вообще была еще какая-то девчонка в кальянной индустрии, кто вот... Я чуть-чуть так, от темы, просто вопрос так в голову. Кто так же был популярен, как ты, среди вообще комьюнити? Ира Пикина. Вот, а вот больше никого ведь в голове нет, нет такого у тебя? А Дашка голодная сейчас качает, молодец, ну, то есть, типа, как комьюнити, она развивается. Ну, я не знаю, я, честно, вообще не знаю, о ком ты говоришь, вот от слова совсем. Это не готово, а я не знаю такой бренд просто. Мы работаем с Коколокой, а поэтому не знаю. А, ну, мы сейчас обсуждаем... Коколока – выбор профессионалов, ребятки, если вдруг кто-то еще... Ксения, вы знаете вообще об этом, что Коколок – это выбор профессионалов? Ну, у меня уголь-оазис, поэтому... Но я знаю, про Коколокой, что это прекрасный уголь, что он замечательно работает, и что он лидер рынка, бесспорно. Поэтому, ребята, молодцы. Но про Дашку, про Дашку говори хорошо, потому что она молодец. Не, подожди, я не знаю ее вообще. Как ты она еще нигде не писала ни разу? Ни разу. Представляешь? Блогеру, блядь, миллионнику, это же надо вообще упустить просто. Я с ней поговорю, какого она не писала. Все, договор, Ксения, ладно. Почему я задал тебе вопрос? Бобрый курва! Я пиздону не пыдно! У Ксении телевизор горит сзади. Передайте хорошего стрима. Ксения, вам передают, что у вас сзади горит телевизор. Вам хорошего стрима и большой привет передают. Это кто мне передает? Передает в фанат, ёпта. Спасибо большое за 300 фанатов. Спасибо большое. Ксения, почему я задал вопрос? У меня просто, знаешь, так сразу в голове мысль. Блин, а был ли еще кто-то такой реально вот? Ну вот просто я реально только Пикину помню тебя, типа все. Больше нет никого. Это как бы круто и уникально. А знаешь, расскажи тогда, получается, ты пришла на должность SMM-менеджера, правильно? Туда, в компанию. И как дальше развивался твой рост? И что ты для этого делала? Потому что, видишь, многие хотят работать, может, в каком-то бренде, но говорят, у меня нет образования, еще чего-то. Вот что еще нужно? Кроме того, что, конечно, надо мега много работать. Это понятно. Может быть, что-то еще? И как это все продвигалось у тебя? Дикое желание должно быть и любовь. Ну и, конечно, команда должна быть в любом случае. То есть команда, которая мотивирует, команда, которая двигает. Ты из команды... Ну, то есть я командный игрок. Я не вот такой, как бы, там... Я не стремлюсь к руководству, чтобы у меня были подчиненные, чтобы я такая вся ходила над ними и давала им указания. Я к этому вообще не стремлюсь. Мне нравится команда, мне нравятся бренд Штормы, мне нравится вот эта вся эта жука. Ему можно научиться. То есть можно, блин, обезьяну научить водить машину при большом желании. То есть просто где-то там взял, где-то там взял, где-то там взял, 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 взял. Просто чтобы было желание. И вот я даже, на самом деле, многим говорю сейчас, очень много в разные компании требует СММ-менеджеров. И нужно, чтобы СММ-менеджер был, ну, как бы, приблизительно понимал, что такое кальянная индустрия. И я живой пример, который пришел вообще с нуля. Без СММ и без понимания кальянной индустрии. Но просто мне поверили, мне дали шанс. Вот и все. Ну, то есть, типа, если бы я, наверное, этот шанс не реализовала за два месяца, мне бы сказали, ну, все, пока. Ну, про тем еще очень поддерживал. Опять же, у него громадный опыт работы в катабачных компаниях. Он знает, как работают СММщики. Он говорил, что нужно вот так сделать, нужно вот так. Ну, то есть желание писать просто и говорить, ребята, я готов работать. И плюс еще, ну, сейчас такой век, что ты в Ютубе можешь все посмотреть. В Ютубе, на каких-то онлайн-курсах, еще где-то. Ну, то есть, ты информацию можешь собрать откуда угодно. Можешь написать, я не знаю, какому-нибудь знакомому тоже СММщику, типа, блин, братан, как там, с чего мне начать или еще что-то. То есть, все это реально. Главное, уметь разговаривать и общаться, все. Тогда вопрос из чатика, который я чуть-чуть переформулирую. Были ли какие-то супер твои идеи? Ну, типа, вот, например, подписки коробок, это же была твоя идея или нет? Исключительно это была моя идея, потому что, ну, я понимала, что вот там многие кальянные бренды присылают какие-то классные боксы. Вот у них есть на это бюджеты, они заморачивают и там еще что-то делают. У них есть на это деньги. К сожалению, на старте компании не было таких бюджетов больших для того, чтобы вкладываться в блогер-боксы. И я решила, ну, наверное, человеку будет приятно, если он просто от руки напишет, там, привет, как у тебя дела, там, обнимаю, там, целую, все такое. И вот я от руки там 80-100 коробок вот так вот подписывала. И плюс еще к тому, что, ну, это, не знаю, может быть, мне там какие-то другие табачные бренды скажут, что я не права, но как будто бы это какое-то расточительство, что ли, ну, вот эти вот коробки, еще что-то. Ну, то есть блогер, да, красиво получил, красиво распаковал, ну, куда им в эту коробку подливать, выкидывать? А в это вложено немеряное количество денег, которые, не знаю, можно было пустить там на мерч тот же самый. Но, опять же, тут вопрос бюджетов компании. То есть, когда компания маленькая, лучше вот эти деньги пустить на что-то другое, нежели чем на блогер-боксы какие-то невероятные. А еще что-то было? Да я так не вспомню, наверное. Но ты пока подумай, я сразу вопрос даю под этих надписей. Ну, ты же понимаешь, что это было такое. Ну, во-первых, понятно, это, конечно, грубовато будет сказано, но ты из обычной коробки придала ей большую ценность вот этой надписи. То, что вы это все еще, я не знаю, как это попало в сеть, но показывали, как ты их подписываешь, типа, их куча лежит, ты, блядь, сидишь такая. И ты понимаешь, любой уважающий себя человек, если он не какой-то сумасшедший, он, конечно, видит ценность в этом сразу. То есть, ну, никто никогда в жизни не мог сказать, что наши отправляют просто там, ну, просто какие-то коробки. Знаешь, есть бренды, которые их отправляют, и плюс просто блогеры их выбрасывают, и все. А тут все, каждый ее открывал и показывал. Вот, это же гениальное вообще решение. Тебе дали какую-то премию, нет? Ну, конкретно за это нет. Ну, осуждаю, надо было. Идея реально бомбовая. Идея реально... Я бежала. В плане финансов вообще никогда. В плане финансов все было здорово. В плане финансов все было здорово. Так-так-так-так, спрашивают, чем еще занимается вообще этот SMM-менеджер, вот волнует вопрос. Расскажи, пожалуйста, еще раз, чтобы мы зафиксировали. Чем занимается SMM-менеджер? Ведение соцсетей бренда. Плюс еще у нас момент того, что мы все-таки dark-маркетинг. Не такой маркетинг, который можно везти, да. И, собственно, нужно вот аккуратные какие-то посты делать. Никаким образом не навязывать. Все очень так закрытенько, красиво. То есть, введение всех соцсетей бренда, коммуникация с потребителем, отработка возражений, какие-то, не знаю, приятные послания кому-нибудь. Лайки и вот это и все остальное. То есть, полный пул всех соцсетей. Это и есть как раз-таки social media marketing. Ребят, клипуйте, скриньте, знайте ответ вообще максимальный. Пишут, здравствуйте, новый пользователь. Пишут, розыгрыши еще будут проходить. Конечно, мы сегодня, прямо сегодня разыгрываем автомобиль. Ксения, слушай, тогда... Слушай, насущий вопрос, который, наверное, волнует всех. Я, конечно, слыхал всякие там служки, но меня особо это не интересует. А я все-таки привык всегда в лоб с человеком разговаривать. Ксения, вот так хорош табак наш. Компания просто золото. Все клевые, все офигенные. И ты оттуда уходишь. Вот. Ну, на самом деле тут ситуация в том, что я сама выгорела. Ну, то есть, мое психологическое состояние оставляло желать лучшего. Ну, то есть, я настолько много отдавалась всему процессу, людям, всем. То есть, я могла там, не знаю, в 4 часа ночи переписывать с каким-то кальянным мастером, который говорит, что наш табак там ему не нравится или еще что-то. Ну, то есть, я постоянно была в коммуникации. Я постоянно со всеми общалась, я какие-то такие моменты решала, там, возражения отрабатывала, всех чатиках отсвечивала и все остальное. И то есть, в один прекрасный момент я понимаю, что, ну, что-то уже не то. Прямо выгорание. И где-то, наверное, летом, да, летом я приблизительно начала понимать, что у меня что-то плохо, мне как-то вот нехорошо. Я уже, я хочу спать много, я хочу отдыхать, я не хочу ничего делать. Я, мне как-то было тяжело все это. И я сходила к специалисту, специалист мне сказал, что у меня там депрессивно-тревожное расстройство, на то, что я, типа, я реально тревожилась постоянно, то есть, а вот это понравилось, а вот это вот, а вот это вот ему хорошо, а вот это вот то, а это, это. Ну, то есть, все равно я относилась к бренду, ну, то есть, очень уважительно, до сих пор отношусь к нему очень уважительно. И когда, как бы, тот бренд, в котором ты работаешь, ну, кто-то там хейтит или еще что-то, я принимаю это все на себя и из-за этого тревожусь. Ну, то есть, я начинала загоняться, я могла там очень сложно засыпать и очень сложно просыпаться. Ну, то есть, у меня было выгорание, и специалист мне прописал определенные препараты для того, чтобы я там пришла в какое-то более-менее состояние адекватное. Вот. Но я продержалась еще там определенное количество времени, и, соответственно, в октябре месяце я уже приняла решение, что мне просто нужно отдохнуть. Ну, типа, мне прям надо отдохнуть, и единственное решение – отпуск уже не спасет. То есть, там, две недели отпуск мне не помогут, три недели мне не помогут, мне нужно уйти, выдохнуть и просто плыть по течению, то есть, спать, отдыхать, ну, то есть, полностью посвятить себя себе, ну, то есть, заботиться о себе. Естественно, вот. Потому что реально выгорание, оно есть. Это вот беда нашего человечества в нынешних реалиях. Слушай, смотри, давай сразу, сейчас будет жестко, но ты не думаешь, что я тебе зла желаю, ты знаешь, я добрый человек. Смотри, получается, до какой-то шизофрении у тебя все дошло, как я понял. Ну, типа, ты пошла прям к психологу, так сказать, да, разобраться с проблемой. Ну, там, ты вот сейчас так говоришь, и наверняка кто-то с другой стороны экрана, который на ютубе это посмотрит, и еще, сука, он не подпишется, я ему, блядь, устрою. И он подумает, ой, Ксюха накидывает на себя опять пуха, как будто бы, вот. На самом деле, это, ну, знаешь, вот, вот как-то вот, знаешь, подтвердить эту информацию хочется какую-то. Вот, то есть, если есть курица, которая тебе несет золотые яйца, ты такая, ой, устала. И, казалось бы, ты для нашего очень важный человек. Тебя же пытались удержать, Аня, было такое? Ну, отчасти. Отчасти. И ты такая, типа, меня с деньгами вообще не обижают. И все равно ты уходишь. Вот странно же. Да, кажется, что это странно. Ну, я, то есть, я прекрасно понимаю, что, наверное, если бы от какого-то другого человека это услышала, для меня это было бы странно, бесспорно. Но, я говорю, знаешь, когда ты в понедельник утром просыпаешься, и такое, блин, а быстрее бы пятница, потому что я хочу спать. Я могла спать 20 часов. Ну, то есть, вот, организм был в таком состоянии, ну, тяжелом. И как бы всем вроде классно. Ну, Ксюша такая веселая, такая классная. Вот у нее все так хорошо, настроение всегда прекрасно. Со всеми так хорошо общается. А я потом прихожу домой, смотрю в потолок и думаю, а вообще зачем все? Зачем жить? Зачем мне это надо? Для чего мне все это? Ну, то есть, что я делаю? На том ли я месте? Ну, то есть, вот эти всякие мысли. У меня постоянные мысли, мысли, мысли. И, то есть, дабы это подтвердить, я могу свои антидепрессанты показать. То есть, как бы я это не думаю. Слушай, просто хотелось так, знаешь, как-то поглубже вкопнуть этот вопрос, но это немного тяжеловато. Это же история личная. Я, ладно, присоединюсь к Ксении, немного ее буду защищать. Я расскажу, ребята, выгорание. Это очень популярная история. Выгорание есть у разных людей. Я, причем, знаком с некоторыми очень богатыми людьми. Очень. И они выгорают. И сидят такие, типа, ну, что, блядь, мне эти Мальдивы, нахуй. Что мне это в Бали? Что мне эти, блядь, машины и еще что-то? Я вот несчастлив, короче. И ты почувствовал себя, получается, несчастливой. Да. В моменте. В моменте я поняла, что я несчастлива. И раньше я так любила путешествовать, я так любила везде ездить. Все, вот у меня была какая-то жизнь такая. А я такая сижу дома. И думаю, я даже ехать никуда не хочу. Мне не хочется ехать в аэропорт. Мне не хочется никуда лететь. Мне не хочется ничего делать. Но вообще, на самом деле же, как статус из контакта. Никто не знает, как плачет по ночам та, которая идет по жизни смеясь. Ну, то есть, типа, все клоуны – безумные несчастные люди. Ну, то есть, ты вроде… Потому что ты невероятное количество энергии отдаешь людям. И то есть, ты настолько… Ну, все, у тебя опустошение какое-то, твой сосуд пуст. И для того, чтобы тебе его наполнить, тебе нужно просто отдохнуть, выдохнуть и понимать, что у тебя нет каких-то рамок для отдыха. То есть, ты можешь спокойно заниматься тем, чем ты хочешь. Ну, теперь-то ты понимаешь, что, может быть, была твоя, знаешь, чем ошибка? Что вот лишнего ты, типа, там, какому-то мастеру, что-то ты реально от души пыталась с ним поговорить. А он может вообще, на самом деле, и такой, ой, ладно, ну ее, короче. Такие же тоже люди, к сожалению, бывают даже, ты понимаешь. Ну, я понимаю. Но, знаешь, это вообще была моя первая работа официальная в жизни. То есть, я первый раз в жизни работала на официальной работе. До этого я была фрилансером, который работал от проекта до проекта и кайфовала от этого. Ну, то есть, ты знаешь, когда у тебя конечная точка. У тебя месяц проект длится, ты знаешь, что там такого числа у тебя проект заканчивается. Все, ты отдаешься на 100%, там, не знаю, проект закончился, ты выдохнул и отдыхаешь себе спокойненько. А тут на протяжении трех с половиной лет ты постоянно, постоянно, постоянно находишься вот в этом. И, соответственно, конечно, я выгорела, да. Потому что я не знаю, как тормозить, я не понимаю. Люди, которые, например, из университета сразу пошли на основную работу, они могут понимать, что нужно в отпуск ходить, нужно отдыхать. Есть у них вот эта структура. А когда ты проект наработаешь, ты такой, зачем отдыхать, как бы проект, 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 проект. Ну, да, да. Вот и все. Я, знаете, все-таки еще чуть-чуть расскажу. Я помню наше первое знакомство на какой-то выставке лично. Ко мне подбегает девочка просто такая, Серега, я был с Хартхукой как раз с пацанами. Ребят с Хартхукой, привет. И такой, типа, кто это такая, типа, о, привет, сюда, на стенд, Серега, на стенд. Все, я такой, пацаны, кто это? Они такие, да ты чё, ребят, Ксюха, ты с ней по-любому где-то переписываешь. Говорю, а-а-а-а. И просто Ксюха со всеми. Она сидит с нами, заходит еще. Она там, тут, здесь, тут, здесь, тут, тут, тут. Последний раз крепкая линейка наша. Ксюха там, Сергей, ну как тебе, чё, как, где, тю-тю-тю-тю. Время уже 2 часа ночи, Сергей уже сидит вот такой вот в судорогах. Она, так, ребяточки, кальяна, курим у берды, там чё, как, Сергей, пошли общаться, т-т-т-т. Я все время удивлялся, у тебя энергия, капец, ты как будто реально, типа, это, много пьешь энергетик, я тебе скажу. Вот, ну типа, это прям, чтобы вы понимали, да, почему мы говорим об этом. Типа, Ксюха, суперэнергичный человек, и ты знаешь, сколько ты вообще времени, как ты вот, и тут, и там, и здесь, ты нейросеть как будто реально. Как это вообще так получается? Ты меня захвалил, ну я не знаю, как это получалось. Не, ну слушай, я... Это было не так, что, типа, ну это моя работа, я обязана это делать. Просто искренне, такой, о, привет, привет, со всеми пообщаться. Ну типа, ты реально везде, понимаешь, уже, я говорю, я просто помню, как мы Елисеем там сидели, болтали, вот так вот уже, этого, берды на барной стойке, а вы там, ба-хи-хи-ха-ха, у вас еще гудешь, 2 часа ночи, мы уже все, никакие. Ну просто это удивительно, сколько энергии у тебя, это очень круто, здорово. И видишь, ребятки, вот мы сейчас для вас раскрыли, что бывает, люди реально устают, это какая-то нормальная, совершенно хорошая история. Слушай, ну давай вопрос немножко не в тему, психолог. Многие почему-то этого боятся, стесняются, ты об этом открыто говоришь, это круто, я тебя поддерживаю, что нужно. Как ты его выбрала, было ли это сложно вообще, и ты сама приняла решение. Вот просто, знаешь, многих этот вопрос же волнует, ты же знаешь, в России это для многих там какой-то такой вопрос а-ля закрытый. Как это все у тебя произошло? Так скажу, я какое-то время общалась с психотерапевтом, и, ну есть же разные градации, психолог, психотерапевт и психиатр. Конечно. Вот, я общалась с психотерапевтом какое-то время, и на одной из последних наших встреч она сказала, Ксюш, я тебе уже ничем помочь не могу, тебе нужно медикаментозное что-то, поэтому иди к психиатру. Ну, то есть, я не знаю, ну, то есть, как бы все, мои полномочия на вот этом все, то есть, я тебе там, маму прорабатывать уже бесполезно, ну, то есть, вот это вот все делать уже нет никакого смысла. И, собственно, я на какое-то время это еще переносил, переносила, так я думаю, ладно, 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 и все. И у меня мой друг близкий, он занимается и с психологом, и с психиатром, и у него очень-очень хороший дипломерный психиатр, и я где-то еще такая месяца полтора ходила, что-то ходила, ходила. Он мне прям, Ксюша, иди, Ксюша, иди, Ксюша, иди, Ксюша, иди, ну, то есть, вот в этом депрессивно-тревожном расстройстве есть какое-то вот такое вот уже, блядь, конечная точка, когда человек уже начинает, у него суицидальные мысли какие-то и все остальное. Ну, то есть, дабы предостеречь вот эту историю, он мне постоянно, иди, 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 я такая, ладно, все, он мне дал контакт этого психиатра. Я какое-то время такая думаю, ну, есть у меня контакт, ладно, типа, когда вот пиздец, можно же, да, когда пиздец, я напишу, в случае чего я напишу. Ну, как обычно в России, да, 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 ну, классика. Все это фигня, все это фигня, думаю, ладно, сама справлюсь, и все, и он мне долбил, 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 и мой молодой человек тоже мне долбил, 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 и, соответственно, я такая, ну, ладно, напишу. Вот я ей написала, мы с ней договорились о встрече Мы там прошли определенные тесты И все, она такая Девочка моя, как же ты Вообще живешь Это же очень тяжело Но она мне поставила диагноз Тревожно-депрессивное расстройство И посадила Определенные препараты Чтобы меня привести в какое-то состояние Более-менее адекватное и нормальное Вот и все, в этом нет ничего постыдного Я вообще всем говорю Ребята, если вы чувствуете, что что-то не то Заботьтесь о себе в первую очередь И если есть такая необходимость Сходите, ну правда Ничего плохого там нет Если вы так боитесь этого Не рассказывайте никому Просто вот сходите и пообщайтесь Бармен в баре вам явно не поможет Когда там какой-то уже начинается Такой момент, когда заливают что-то И все остальное Лучше обратиться к специалисту Это стоит не так дорого А сколько? У меня психиатр стоит 4000 рублей всего в час И причем это охрененный психиатр Который работает при МГУ в медицинском центре У нее там различные сборные Артисты И все обследуются То есть вообще артистов Кукукнутых очень много И они все работают с театрами Ну то есть с психотерапевтами Потому что вот эта вот вся Творческая интеллигенция Это тоже очень тяжело А если человек творческий Который тоже вот все это время И в театральном чем-то был И там артистом работает И все такое У нас есть такие моментики Слушай, прикольная отсылка такая Интересная достаточно Ну давай, ладно Мы закончили Ксения, спасибо большое За такие искренне честные ответы Это очень круто Ребят, сегодня Вот такой у нас серьезный подкаст Но я-то, конечно, еще гыгыкал нормально Но мы только начинаем Ксения Наш Хорошо, ты уходишь Ребята тебе там все равно Предлагали на какие-то условия Еще что-то Что дальше с тобой в жизни происходит? Ты все равно же создаешь Телеграм-канал Или это было Перед в конце уже ты его создала? Я создала его еще летом Мне кажется Ну то есть я достаточно Дома его создала Ну просто Я был Я был Я был Я, ты же помнишь У меня что было В конце лета Я решил чуть не умереть Поэтому как бы Извините Не, я давно Телеграм-канал Мне кажется Даже Блин В мае Мне кажется Он уже был Да В мае Он уже был Я даже твой Этот Твич Репостила к себе Слушай Я хотел что сказать Почему я задал этот вопрос Ксения Я помню очень четко Какой-то пост у вас Прям Конкретно Слово в слово Не буду пересказывать Но типа Вот Ксения Табак наш Решала там Так сказать Бугор Табака наш Отправляла там За интеграции отвечала За наверное Партнерки отвечала За отправки отвечала Ксения Блядь Целую Мой-мой-мой Тебя А тут Ксения уходит И хуя Кто-то От тебя ушел Ну типа Кто-то Отписался У тебя был Такой пост Сто процентов Да Вот Все-таки Кто же Это был Я сейчас Не помню Ну это Какие-то Не очень Крупные Телеграм-каналы Поэтому Я так Не назову Сейчас не вспомню Я думал Сейчас как Скажешь Какой-нибудь Не 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 Да блин Знаешь что Ваня забей Там есть Есть Короче Знаете что он Сделал Я такая Смотрю Ваня забей Отписался От вашего Канала Но это Было Еще до Когда В нашем Работала Я такая Вань Как дела Ты что Офигел Он такой Ксюш Прости Я чистил Телеграм-канал Случайно Отписался Прости Пожалуйста Я такая Думаю Ты меня Обманываешь Он такой Нет Нет И все Вернулся Я думаю Ну уж В архив Убери Ну что Ты Был Такое Помню Ванечка Запомнила Да не Ваня Тебе Очень Хорошо Относится Я тебе Точно Буду Сказ У нас Просто Был С ними Давно Подкаст Мы Как раз Обсуждали Что еще Раз Это Очень Близкие Люди Когда От меня Отписываются Я думаю Ну блин Ну что Такое Почему Нет Это Несправедливо Поэтому Вот На Вань Я Наехала Немножко А так В целом Слушай Давай Раз мы Затронули Эту Тему Взаимодействие С блогерами Вот Например Ты же Помнишь Были Ну кто-то Там Грубил Тебя Хамил Или Доставал Или Вот Видишь Ты Сказал Что Отписался Может Быть Ты ему Реально Помогла Он Взял Отписался Все-таки Были Какие-то Такие Моменты Вот Дело Я Наверное Больше Рофлю Над этим Ну то есть Прикольно Когда Типа Нечего Больше Получить От Человека Что Смысл На него Быть Подписанным Ставис Такое Не Меня Один Точно Какой-нибудь Есть Тут же В целом Дело В людях Понимаешь Опа Ксения Зависла Да А я Не Завис О Отвисла Так Раз Два Три Ксения Скажите Что Небось Все Стоп Скажи Что Небось Все Все Ты Нормальный А как Так Работ Нормальный Нормальный Эх Да Че Ты Завис Тебе Может Позвонит Телеграм Это Бывает Такое Нет Короче Один Раз У меня Такой Случай Напомнил На Своем Веку Так Сказать Написал Мне Какой-то Парень Отправь Смех Блажка Блажка Что Ты Можешь Показать Мой Хороший Статичку Какой-нибудь Еще Давай Пожалуйста Все Что Покажешь В чем Выгода Компании Работать Чему это пишу И он такой Вы еще обо мне Услышите Я Когда стану Блогером Да я никогда В жизни С вами Контегрироваться Не буду Работать Не буду Короче Кудахтался Там весь Ну я его Больше и не видела Блин Ну вот Вот и все Е-мое Слушай А как ты думаешь Есть у нас Кто-то немного ЧСВшный Из блогеров Вот прямо У него ЧСВ Зашкаливает Кроме меня Конечно Со мной Все понятно Да я же со всеми Общаюсь Ну реально Со всеми Общаюсь Поэтому я даже Не знаю Есть ли кто-то ЧСВшный То есть для тебя Все Тогда вопрос Насущий Смотри Коллаборация У компании Наш Была с Давой Да И с Хардхукой Да Интересное мнение Ты наверняка Участвовал в этом Почему вы выбрали Именно их И чем Аргументированный Ваш выбор Просто это Любопытно Для многих Наверняка Блин Сейчас буду говорить Почему я постоянно Говорю Компания Наш Не работая В компании Может быть Это лучше У Жени И спросить Потом Когда ты Погласишь Подожди Я обязательно Ее приглашу Но тут Ребята Просто ты же Присутствовала При этом Ты же знаешь Наверняка Там Принимала Очень серьезные Решения Ну не прям Серьезные Ну ладно Хватит Я знаю Что ты там Много черешала Нет Я вообще Ничего не решала Ты в коробочке Подписывал Это обман Иллюзия То есть ты не хочешь Над тему говорить Нет Нет Я могу конечно сказать Но просто Корректно ли это Ну давай Расскажем Было так Подожди Давай сразу Коллаборации Компании Наш Крутые Клевые Вот только Вторая коллаборация С Хардхукой Я скажу Я скажу Очень вкусная Но по горлу Бьет с двух ног Говорят они что-то переделали Ждем Все Ксения говорит Я не пробовала Кстати Вторую коллаборацию Очень вкусно Ну вот по горлу Только ты хашит А так вкусно Пиздец Короче С Давой как было Дава же Вообще Давнишний друг Вообще Игоря Очень давно Они Там как бы Дружили Общались И да Всегда поддерживал Всегда где-то был рядом И соответственно В какой-то момент Ну я не помню Даже кто Кто начал Вот этот разговор О том что Ребят Давайте сделаем коллаборацию Да вы или мы Ну то есть Вот этот момент Я не успела Но как-то Вот Все Мы уже сидим Обсуждаем этот момент И короче Дава же Ему очень много Кто предлагал коллаборации Ну то есть Действительно Много И много Компаний Предлагали ему Коллаборироваться Но они Насколько я знаю Могу ошибаться Они говорили о том Что типа Вот мы даем тебе вкусы А ты как бы Под твоим именем А Дава Это не устраивает Ну то есть Он действительно Хотел принимать участие В прокурах В создании Во всем Вот этом И соответственно Акраненаш ему Дала эту возможность И действительно Все ароматы Которые выпущены С Давой Они все Исключительно Придуманы Давой То есть Он там Какие-то бармен Книги читал Какие-то сочетания Искал И все такое Ну то есть Киви, сельдерей Лаванды, фихуа Просто у Давы Есть там Лавандовое Что-то Он говорит Я вот в этом Сейчас Очень люблю Что-то лавандовое Мне так нравится Там лавандовое Раф пью Лавандовое Это Давайте делаем Что-нибудь Подток подобное И если там Ну интересно Будет Может посмотреть Отмотать Инстаграм Канал Когда выкладывали Посты По поводу того Что Да Вот там Задумывал Там прям Его цитаты Что он хотел Показать А с хардами Была такая история Что Как-то Наверное Они были у нас В офисе И как-то Знаешь Так зашло Типа Ну давайте Клаборации сделаем Ха-ха-ха И как-то так Игорь такой Ну давайте Типа реально Ребята Готовы 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 Ну то есть Мне кажется Они не ожидали Наверное Что типа Да давайте И все И пошло Поэтому ребята Тоже Они занимались И Придумывали Концепцию И принимали Участие Вообще Вот в этом Во всем Как там Хоккейная Вот это Всю движуху Сделать И так далее Не слушай Первая коллаба Вообще достойная Была Очень глубокое Погружение Видео с шаевами Там вот Вторая Не такая Но упаковка Ебать Ну я имею ввиду Что не так Глубоко Погрузили Но упаковка Ну ебейшая Просто Вообще Ну второе Как не занималась Практически Это уже Хотя и Ну то есть Понятно Что там Первые коллаборации До этого коллаборации Тоже Женя Не принимала Непосредственное Участие Но Вот Второй коллаборации Уже Женя Больше Ну то есть Соответственно Вот это все Координировала Она уже Всем вот этим Вот занималась То есть Уже там И ТЗ И дизайнером Ставила Больше Ну то есть Как-то Больше анонсов Было И всего остального То есть По опыту Наверное Прошлой коллаборации Не решили Больше уйти в диджит Больше уйти во что-то Вот такое Интересное Да не Кайфово сделали Кайфово Это круто О, как раз Тут Дмитрий Паровозник Залетел Дмитрий Здравствуйте Вопрос Из чатика Во-первых Что тут Я не понимаю Не пойму Что за негатив Был где-то Забейте Александр Разберетесь Ксения Если бы вы работали В наш С Сергеем Сделали бы коллабу Ой господи Какой вопрос Не я принимаю Решение Не я принимала Решение Коллаборации Ксения нам говорит Что надо просто Залетать в офис Выбивать дверь Сказать Так Быстренько Сделали коллабу Угрожать всем Все дела Что, как, где, кого Вот тут донат Вилетел Суетолог на чай Спасибо за 111 рублей Спасибо большое Ну и чай Так вот Табак Курт Он молодец Он делал свой продукт Мне кажется Что Сереж Тебе вообще интересно Было бы сейчас Коллаборацию Это сделать Это же так погружаться Вот это все прокуривать Что-то ездить Что-то думать Придумывать Переживать за продажи Вот эту всю историю Ксюк Да я разъебу Этот пьедестал В любом случае Понимаешь Так что у меня выбора нет Придется Я думаю Кто-нибудь обратится С нормальным предложением Но ты представляешь Мы по-любому Сделаем крутую коллабу Сделаем очень классную Просто это очень долго Но мы сделаем Прямо конкретно сейчас Да почему Это же понимаешь Если прямо сейчас Не кто-то сказал Это же очень долго Все равно Поэтому надо Может быть Сейчас уже начинать А потом уже Что-то выкатить Но я Честно говоря Об этом пока не думаю Потому что пока что Мы медиа Так сказать Сферу Просто заходим Че там Ты где Вот так вот Разъебываем Поэтому пока что Деремся Так сказать Здесь Но мы готовы И с каким-то брендом Тоже ворваться На ринг Так сказать Поспаринговаться Я думаю У меня Все впереди Мне всего лишь Тридцать три Ты малыш Ладно Мне тридцать два Будет Мне тридцать один сейчас Мне будет тридцать два Ребята Если кто не знает А Че ты так бы Тридцать три Ну песня такая есть Мне всего лишь Тридцать три Не слышал Уральский пельмень Бля Я тебе скину Посмотрю Я думаю Что Сергею Как блогера Миллионнику Не о чем переживать Солдат Будет сто процентов Согласен По факту А че не уральские пельмени Блядь Это уральские пельмени Вообще Я тебе скину Тоже еще один Выпендривается Сеня Но мы выяснили Что коллаба С ребятами Из Хатхук Из Давы Как это все произошло Это очень крутой опыт Это круто Кстати Мне кажется Как будто бы Чуть ли не одни Из первых Наш сделал Коллаба с блогером Нет? Табак Тоже был до этого Кто был? Клава к МТМ С Берном же делали Ну типа вторые Но я говорю Одни из Одни из То есть понимаешь Первых да А это была коллаборация У нашего С Хука Маркетом Ну тоже кстати Очень классный аромат Получился Вообще Офигенно Ника Карамель Цитрус И Я забыла Не чупа-чупс? Чупа-чупс? Чупа-чупс Офигенно Долго тоже прорабатывались Долго делались Но просто пушечная Алоэ клубника Это шедевр просто Топ Это топ-топ Ну пока Ты знаешь У меня в сердечке Мультифрукт Поэтому я ничего не могу Мультифрукт Да Да Мультифрукт Разве Новый Это офигеть Ребятки Давайте Не забываем Про вопросы Но я пока Поеду по своему Так сказать Дальнейшему пути Ксения Ну смотрите Значит Вы уходите Из табака Мы прям идем Плотно Чувствуете История у нас Прям Поистование грамотное Занимайтесь Своим здоровьем Все у вас Налаживается Все хорошо Становится Все скайп Приходит Время Премии Что же там Произошло Как это было Расскажите Свои эмоции Что вы чувствовали Ну и конечно Светоните В кадр Статуэточку Еще разок Ну ё-моё Ну что зря получали Ребятки Пожалуйста Смотрим Опа Сумер Комьюнити Менеджер Супер Новая премия Пам-парам Пам-парам Личная Бобры В чат Пожалуйста Спасибо Вот На самом деле Я абсолютно Не ожидала Что я даже Буду в номинации Потому что Я не была Привязана К никакому Табачному бренду Вот Меня номинировала Соответственно Не там Не компания наша Меня номинировала Меня номинировала Сама команда Кука Плейса И сама команда Джон Кальяна То есть Я очень Хорошо общаюсь С Надей Очень хорошо Общаюсь С Ксюшей И с командой Джон Кальяна И они видели Мою работу На протяжении Многих лет И соответственно Ну то есть Обо мне же Ну как бы Не буду хвастаться Но там Блогеры обо мне писали С днем рождения Меня поздравляли Ну то есть Все равно Это как-то видно И то что Ну возможно Действительно Человек Ты неплохой Давайте ее номинируем И то есть Когда я увидела Что я номинирована Я офигела Ну то есть Я даже Скажу больше Я даже текст Про себя не писала Ну то есть Типа вот текст Который был написан Про меня Это не я писала Я не знаю Как бы вот Просто что было написано То написано То есть Мне Сначала Надя по-моему Или кто-то из ребят Сказали Типа Хочешь перепишем А я Типа А нафига мне Вот это вот там Комьюнити менеджер Там ты-ты-ты Вот это все Расписывать Кому это надо Кто-то читать будет Ну то есть Объективно Я считаю Что это все Лишний пух Который Не нужен И собственно Получается Что Номинация За меня Начинают голосовать Люди Я вижу проценты Я офигеваю От того Что люди Голосуют И поддерживают Мари Космо Мне написал Ксюш Я проголосовал За тебя Потому что Ну ты единственная Кого я знаю Я такая Ладно Хорошо Ну то есть Для меня Это было вообще Какой-то Кирилл Голубев Дарксайда Мне скинул скрин О том Что Ксюш Я за тебя Проголосовал Я такая Ни хрена себе Ну то есть Вот это да Ну то есть Это прям для меня Было такое признание Я думаю Ну блин Кирюха голосует За меня То есть Вот Человек Который реально Должен был получить Лучшего комьюнити Менеджера года Ну то есть В плане того Что он Привязан К компании То есть Он работает В данный момент Он Для меня Было представление Того что Сто процентов Он получит То есть Я ничего не ожидала Я просто Видела проценты И как люди Голосуют За меня Ну окей Мне это капец Как приятно Было Вот Потом Ксения Мне кажется Все голосовали Блогеры За вас Я тоже Помню Как я голосовал Типа там Без вариантов Серьезно Ну мы с Кирюшкой Там Ну все равно Как бы понятно Что у них Видишь Дарксайда Может весь офис Проголосовать Уже там Высоко будет Компания Большая А тут Тебе все Блогеры Респектовали И репостили И говорили Голосовать за тебя Чисто от души Это же все Это все было Абсолютно Добровольная Причем я не просила Об этом Для меня это было Шок Ну то есть Как бы я не просила Проголосуйте за меня Пожалуйста Где-нибудь Проголосуйте То есть У меня не было Даже постов Проголосуй за меня Я участвую Там В комьюнити Менеджер года Никакие там Сторис не снимала Ничего не делала Для этого То есть Это было Искренне От людей Ну то есть Как бы Я к этому Не имела Никакого особого Отношения Еще Вот Время премии День премии Получается Донатом Говори Да-да-да Говори Спасибо за донат Я просто тебя не видишь Я видишь Какой стример грамотный Я тебя не прерывал Там все дела Давай Время премии Поехали Кайф Короче Время премии Я в тот момент Так как это был Конец декабря Я работала В детском спектакле В Кидзании О, да Да-да-да Говори И собственно В 20-30 У меня заканчивался Спектакль А премия Начиналась По-моему Велком Что-то в 7 Что-ли Часов вечера Начинался Или в 7.30 Я не помню Я такая думаю Ну заеду Заеду Вечерком Посмотрим Успею Что-то не успею И так далее Просто поздороваться Там заеду Ну окей Вот Я еще что-то Собиралась Долго Туда-сюда Пока заказала такси Еще пишу Своим друзьям Говорю Ребята Мне есть смысл Приезжать Как обстановка Как дела Ну типа Мне там пишут Вот Тот-то забрал Тот-то забрал Ну окей Я приеду День 21-30 Не знаю Приблизительно Все окей Значит я Захожу Жен Кальянов Я еще и говорю По спискам Типа Мне Ефим Вы Ксения Меня что-то Еще долго Ищет по спискам Классик Классик И в этот момент Типа Номинация Комьюнити-менеджер Года Там объявляет Костя Лапутин Бла-бла-бла Я такая Все меня нашли Что-то я такая В уголочке стою Куртку пытаюсь Повесить Что-то такая Куртку повесить некуда В рюкзак ее складывают Там значит Дима Дима с Лапутином Типа что Давайте вместе скажем Давайте Я такая думаю Ну сейчас Кирюк поздравлять пойду Все стою в углу И все И там Типа Они такие Ксения Андреевна Я такая Вау Серьезно И там Вау И короче Артем Чербаков Он хотел идти За моей премией Потому что меня же нет Я такая Прохожу И я говорю Стоять И все И выхожу на сцену Но я настолько расчувствовалась Настолько я была в шоке От того Что это вообще произошло Я не готовила Никакую речь Я просто Я растерялась Я там Разрыдалась Растерялась Потерялась И вообще Я такая думаю Как так И потом Когда весь зал Начал меня поддерживать И кричать Молодец Я просто была в шоке Ну то есть Это действительно Было что-то невероятное И просто Как это все сложилось То что Я приехала Именно в тот момент Когда была эта номинация И вот так вот Все-все-все Просто Просто как-то Не знаю Судьба Течение Как-то вот оно Вот так вот все Состыковалось Должна была получить ее По-любому В этот момент Ксюха Баткина Моя подруга Которая к жену Кальяна Как раз таки относится Она там мечется Где ей пимо? Где ей пимо? Они сейчас будут Награду вручать Вот это вот все Типа нету 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 ее Она такая Блядь Что делать? Что делаешь? И все И потом я выхожу на сцену И такие Фух Ладно Вышла Сказала Поэтому для меня Это было И меня столько людей Поздравили Ну то есть я даже Знаешь Когда ты в таком состоянии Наверное люди Когда Оскар получают Вот у них типа А? Ну так и есть Кальяна и Оскар Да И я хожу С татуэткой Ко мне все подходят Меня целуют Обнимают Я А? Спасибо 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 То есть я прям реально В каком-то шоке была От этого всего Потому что Что-то у меня невероятное было Ну кайф Блин Мне безумно приятно было И я говорю Я так удивлена была Что человек Который не относится к бренду Может получить награду Согласен Суетолог Спасибо еще За 333 рубля Лучшего блогера-миллионника Влад Душинский Спасибо большое Тут просто еще донаты Параллельно чуть-чуть кидают Спасибо реально за поддержку Ребят Ценю каждого Спасибо большое Все ваши деньги Пойдут на закупку Новой камеры Осталось еще немного 100 тысяч где-то Но увы Развиваемся Расширяемся Ксения Как вы считаете Надо каждому почувствовать Этот момент Вот этот вкус Прикольно да Все комьюнити Собирается Даже Если человека нету там Все равно об этом Все пишут Все следят Вот Ну вы знаете Многим не понравилась Организация Что Или вам Да хотя Что я вас спрашиваю Вы там зашли Вау Выиграла И вообще уже Пох Что там где было Меня там По сути Я и не знаю Что там было Поэтому Я хочу Организатором Пользуюсь словом Я чувствую Что Ксения Там с кем-то знакома Если вы В следующий раз Захотите провести Стрим С мероприятия И вы знаете Кому надо обратиться Бляж Сделать нормальный Качественный стрим Пожалуйста Я здесь Спасибо Без негатива Там просто был стрим Я его включил И смотрел На трансляции На своей А там пиздец Вообще Ничего не понятно Что снимают Как снимают Почему он начался В одно время Прервался Короче Очень некачественно Осуждаем Такое Это неправильно На будущее Там парень Просто с телефоном Ходил Снимал Может быть интернет Что-то у него Я между прочим Просто с телефоном Еще тогда Тогда еще Без микрофонов Какое видео Снял про крепкую Дегустацию Табаконаж Ребят Хочу Хвалюсь Да могу Потому что я реально Ксения знает Я там заебался Ходить как дурак До всех Просто ко всем Иди сюда Иди сюда Получился целый ролик Прикольно же Очень круто Они могли сделать Точно так же Вот Так 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 Что тут где Что тут где Так все Ответили на чатик Спасибо еще раз Донат Очень круто Крутое мероприятие А вам не кажется Что В целом Как будто бы Чуть Вот этот хайп Стихает И это мероприятие Просто есть еще там Смоки Трип Премия Есть Джон Кальяна Сейчас кто-нибудь В этом году Придумает слава Свою премию Например Или премию Там какую-нибудь Золотая малина года Может быть слишком много Или как считаешь Что это нормальная Всю история Да нормальная Это история В любом случае Этих премий И не в нашей индустрии Дофига Ну то есть По факту Там как бы В маркетинге Где-то Еще где-то Ну типа Людям приятно Отмечают их работу Ну это же кайф Даже вот он Не знаю Получил премию За что-нибудь От кого-нибудь Ему уже приятно Что меня заметили Мою работу Которую я делала Меня заметили И сделали Никита Очень на крутой уровень Вышла премия Вообще С этим ботом Со всем То есть Если даже на Джон Кальяна Бот Лагал же какое-то время Написали бы Никите Я не знаю Пусть он бы мастер-класс Провел Как вообще это все делать Потому что у Никиты Реально было Просто офигенно Все сделано Мы с ним как-то Переписывались Там в 4 часа ночи Никита сидит Со своим ботом Блин Вот этим каким-то Файлик Это безусловно Очень сложно делать Я Представляете Бот Это точно не про меня Блядь Меня бы лучше вести 10 премий Чем написать одного бота Блядь Я с ума сойду Это надо быть Знаешь Таким типа дотошным Печатать вот эти все штуки Там куча блядь Паутинок там И этот сообщение Туда Нет Это не моя история Никита Смоки Трип Ты умница Молодец Так 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 Ксюша Лучшее Что было в индустрии Для меня Люблю ее Никер 93 Никер Передал сообщение Лично Спасибо Спасибо Новый пользователь Уважение Смотри Ты получаешь Эту премию Были ли какие-то Все-таки Негативные моменты Что-то Кто-то тебе Может где-то Говорил Может быть Что-то все-таки Было Нет Хорошо Кто из таких Медиа личностей Тебя поздравил Вот например Там Чтобы ты такая Блядь Ну там Антон Говоронский Лично Хорошо Хорошо Сказал Молодец Стояла Вот так Вот Вот так Вот стою И он Типа Молодец Поздравляю Я Ага Спасибо Спасибо Много Кто писал Много Кто из ребят Написал Поздравил Лично Я просто Тоже Удивилась Причем Да Действительно В личку писали Типа Молодец Умница Ты этого Достойна Ты Вообще Крутая То есть Моя Молодчо Свой В этот момент Такое было Ничего себе Какая Крутая Не Ну слушай Заслуженно Это круто Это такая Самая Сильная Премия Года Ксения Тут Пришел Донат Спасибо Большое За 26 Рублей Серега Стрим Кайф Спасибо Братик От души Боится ли Ксения Своего Подписчика Сталкера Trust Me Вопрос Я не знаю Кто это Трастушка Кого я боюсь О чем речь Пупсик мой Вот и все Это тебе такой Подписчик какой-то? Это да Он просто Интернет тролль Я ему Всегда Говорю Он просто Вот любит Кого-нибудь Подковырнуть Попадеть Это наверное Пользователь Который Заблокирован В 95% Чатов Кальян Индустрии Потому что Он очень Достаточно Жесткий Молодой человек И такой Интересный Своеобразный Но Когда мы Общаемся В личке Это абсолютно Адекватный Мужчина Семьянин С дочкой Замечательный Человек Ну то есть Как бы Я с удовольствием Встречусь Там не знаю В каком-нибудь городе Или когда он приедет Поболтаю Потому что Я уверена Что это Вы просто Вот ему по кайфу Что-нибудь там Кого-нибудь Подстегнуть Что-нибудь сделать А я не понимаю Почему люди Настолько на него Реагируют И бесятся Ну то есть Я всегда Говорю Ну трастушка Ну что ты разворчался Ну что ты Ты устроил тут Просто не реагировать А нет Пацаны такие Типа Какой он плохой Какой он такой Какой он сякой Вообще Как он бесит Ну то есть Он просто умеет Взрывать Так сказать Людям Эмоции какие-то А по факту Как бы Ну что на него Обижаться Ну вот такой вот Он человек Блин Я просто думаю Знаю ли я его Вообще Просто типа Тут уже он в чате Пишет Диван из картухи А ты тут Сука Вы иди отсюда Я просто думаю Нифига себе Я даже не знаю О ком речи Если честно Видимо Я ему не особо Интересный В чатах Встречался Однозначно Ну то есть Типа Он топит За жесткую Справедливость Вот прям Вот до конца Будет за Справедливость Топить И он не стесняется И он не стесняется Слов Не стесняется Там Действия Или еще чего-то И в этом плане Конечно Он Немного Раздражает Кого-то Слушай Ну он вот Донатит уже Второй раз Спасибо большое И видимо он Хорошо относится К нашему творчеству Поэтому Респект ему Просто очень Барк И нас Машины И с салона Вот и все Вау Нифига себе Ладно Спасибо большое За донат Чувак Если ты На свою правоту Топишь То давай До конца Красава Я просто Может быть Правда Видел Я просто Ксюх Знаешь Мы же все Блогеры с Ютуба Изначально Мы же не с Телеграма Мы привыкли Что нам с Говном поливают И если кто-то Пишет где-то Ну что мне Терреагировать На всех Ты сама знаешь Как в Ютубе Было Когда телег Еще не было Поэтому мы Привыкшие все Если кто-то Где-то там Говорит что-то Странное Ну что теперь Ну пожалуйста У нас есть чем Заняться Мы на это Особо не реагируем Ой какой чатик Вы очень активный Капец Так вопрос задал Все четко Дальше поехали Ксения Все-таки Между делом Ты еще работала В какой-то Странной компании Каких-то вечеров Что-то там Ты была Какими-то Существами Что это вообще Как тебя туда Понесло Если ты Как бы должна была Отдыхать Ты в итоге Попала на эти Праздники Из-за которых Так долго К нам на стрим Не могло попасть Между прочим Стоит вообще Заработай Когда попала И что это такое было Моя любовь Моя отдушина Я обожаю Ну смотри Так как я училась В университете культуры Долгое время До этого я училась В колледже культуры То есть всегда Творчество где-то Рядом со мной Я играла до этого В детских спектаклях И так далее Ну то есть я Артистка Так сказать Артистка Между прочим Я считаю Вопрос заданную Эту тему У меня родился В голове Давай Я значит Уже 13 лет Принадлежу Своему продюсеру И работаю В его шоу В его В разных спектаклях И так далее То есть Вроде бы кажется Это какая-то Дурацкая елочка Кому-то А по факту Мы создаем Атмосферу На праздниках Мы делаем спектакли Мы делаем шоу У нас мыльное шоу Крио шоу Бумажное шоу Снежное шоу Разных Полно всяких Приколов Ну то есть Мы Занимаемся Тем Что несем людям Радость и счастье И я от этого Получаю безумное удовольствие Потому что это хорошая Высокооплачиваемая работа Но не всегда конечно Она типа не постоянная Но всегда Когда там Меня продюсер вызывает Так сказать Я иду и кайфую Просто общаюсь с людьми Несу им радость и счастье И мне это очень нравится Ну то есть Мы в детские спектакли Вот как раз таки На Новый год Я в Кидзане Играла в детских спектаклях Новогодние праздники Кидзане Кидзане Это такое место Где детки маленькие Могут попробовать Разные профессии А там все в основном Для детей Я же правильно понимаю Нет Нет В детские спектакли Я играла А так я в основном Работаю со взрослыми На корпоративах В основном Мы как бы Вводим в атмосферу Какие-то там Приколы всякие Общаемся с людьми Веселим их То есть На велками Встречаем Как-то там Вводим В эту всю движуху Когда Знаешь Люди только пришли На корпораты Чтобы ввести В атмосферу праздника Пообщаться с ними Пожелать им здоровья Там счастья Здоровья И всего остального Вот так Поэтому Я вообще кайфую От этого Это моя отдушина Я даже когда В компании наша работала Я вот У Игоря Отпрашивалась Выходила иногда Туда на работу Я почти Ну я почти Постоянно Я топовый артист И поэтому Меня постоянно зовут Когда какие-то заказы Или еще что-то Приглашают меня И соответственно Это не было Как сказать Работы Это скорее Хобби И кайф И за это За который платят Хорошо Ну то есть Я зарабатывала Не знаю Там Трех или четырех месяцев Зарплату В нашем За новогоднюю компанию Поэтому я Но это новогодняя компания То есть Все артисты Очень много Зарабатывают Новогоднюю компанию А потом В январе И феврале Они немножечко Такие Типа Потратим деньги С новогодней компанией Вот и все Ксения Одну секундочку Ребятки Отдельно Для суетолога Повторяю Донат Увидел Спасибо Суетолог Суетолог Обожаю Стримы Сергея Просто Лучший Контент Который Интересно Смотреть Особенно Когда Такие Крупые гости На подкасте Говорят Что у нас Очень крутой Контент Особенно Когда Такие гости На подкасте Ксения Вам тоже Респект Спасибо За 444 Александр Черняев Еще один Донат Сейчас Подожди Ксения Спрошу Когда В гости А это Никита Смокетрип Что ли Задал Отлично Ксения Когда В гости Вас Никита Смокетрип Задал Никита Здравствуйте Никиточка Блин Да тут Москву Засыпало Ты видел Что происходит Я даже Выбраться Из дома Не могу Я в сугробах Тону Давай Весной Когда Все Подтает Более Менее Вы меня Сводите На свою Крюсиную гору Или как Называется Чтобы Я вышла Замуж Александр Черняев Вопрос Ваш Видел Чуть позже Задам Обязательно Вижу Спасибо Еще раз Большое Никита Стену Смокетрип Никита Привет Спасибо Большое Очень хочу К Никите В гости И к малышке К Светочке Я очень хочу Правда Я им обещаю Уже год Доехать Но все Никак не доеду Потому что Никита Жена У него Жена У него Кольцо Очаровательная Самая Замечательная Красивая Умница Вообще Она У него Танцовщица Она Шедевр Творение Просто Я Все Про всех Знаю Поверь Офигеть Офигеть Я тоже Хочу В гостик Никите Ну все Никита Съебать Давай Раски Кубышку Все Приедем И главный И главный Хейтер Я тоже Приеду Что Горишь Там Дача Крутая С газоном Там Вообще А он же Что-то Типа Дом Только Строить Собирался Насколько Я понимаю Что-то Он там Я не знаю Но у него Есть Дача С газоном А вот Оно Что значит Никита Ева Еще и Дача Есть Вот Это Да Ну слушай Кайфово Все значит Никитос Так уж Вышло Что мы Решили На стриме Что летом Все Нахуй Едем К тебе Всеми Бобрами Всеми Ребятами Кто Ксюхи Подписан Все Летим Тебе На дачу Готовь Забивай Ладно Кальяна С собой Возьмем Готовь Угли Для шашлычка Поехали Ксения Тут посыпались Вопросики Но я Все таки В плане Театра И кино Театр Да А ты Получается Играла В каком-то Спектакле Таком Серьезном Может быть Вообще Только Когда у себя В городе Жила Я же Из Ульяновска В Ульяновске Да Играла Получается Сложно Я просто Знаешь Короче Хочу Попробовать Пойти на Актерские курсы Вот у меня Прям желание Такое есть Хотя бы Понятно Что сейчас Получать образование Я не пойду Потому что Это геморр У нас тоже Институт культуры Ну вот Хотя бы Может быть Сходить На какие-то Мастер-классы Как ты думаешь Стоит это сделать Или нет Во-первых Про ваш Институт культуры Я думала В Ульяновске Я планировала Поступать В Самарский Институт культуры Но так не вышло Я пошла В Московский Вот Конечно Обязательно Я вообще Всем советую Для коммуникации Для раскрытия себя Для Кайфа Для хобби Заниматься Чем-то таким Творческим Идти в театральное Что-то Может быть На курсы Стендапа Может быть Еще куда-то Поэтому Обязательно Сходи Это же кайф Ну то есть Это что-то новое Невероятное Прикольное Какие-то новые люди Новое общение Новые какие-то Эмоции Творчество Это прекрасно Угу Я с тобой Сполнится согласен По поводу хейта Письма В сторону Никиты Да нет Ребята Конечно Не моя история Это не про меня А так просто Это шутка Такая глобальная Тот кто понял Тот понял Ребята Ксения Ну Вопрос был От наших бобров А есть ли у вас Все-таки Бойфренд Отношения Вообще Что вы об этом Думаете У меня есть Будет Моя любимая Конечно А сколько Вы уже вместе Ну Больше года Больше года То есть вы Получается Больше года Это сколько Это год И чуть-чуть Ну Год Ты Может Полтора Слушай Я тоже Со своей будущей женой Вот у нас Первый января Был год Ровно Как мы начали Серьезные Такие отношения Ты когда свадьба Ты у него Наверное Спрашиваете Я не знаю Обожаю Я наконец-то Хоть кому-то Задаю Просто у нее Обычно Этот вопрос Задают Я решил Что хоть Когда-нибудь Я его задам Я отвечу За него Я отвечу Скоро Скоро Да Полечка еще не блестит На этом пальчике Все будет Я уверен Понимаете Ксения Прекрасный человек И она себе выбрала Сто Хоть я и не знаком Но когда-нибудь Познакомимся Уверен Такого же прекрасного Молодого человека Ему ли А как его зовут Артем Темыч Давай Мы с тобой Бля Давай Я вот видишь Темыч Решился На этот шаг Ты следующий брат Давай поехали Сережка Свадьба Летом Ребят Летом Хочу очень детей Семью Вообще Я очень хочу детей Я прям это Я думаю Это все Я думаю У тебя все будет Ксюх Сто процентов Сто процентов Ребят Дети Не знаю Когда Давайте уж Помаленьку Я сказал Свадьбы Летом Что еще Мне надо Вопрос Ксении Ой бля Ну что за вопрос Иван Ну ебаный рот Ладно Задам На самом деле Актуально для тебя Ксения Что вы выбираете Центр КамАЗ Пески Дальнее Засвияжье Или Киндяковка Пожалуйста Да блин Я выбираю Центр Я хотел сказать Центр КамАЗ Вроде самая большая Группировка Нет Я выбираю Центр КамАЗ А центр А просто центр У нас У нас раньше У нас раньше Были группировки Я жила А Тузлепровки Назвался Центр А недалеко Назвался Центр КамАЗ Потом Центр КамАЗ Решил подбить Наш центр И собственно Была большая стрелка Они там делили территорию И все такое Поэтому сейчас Центр КамАЗ Но я выбираю Центр Мое Что-то Ксюха Зависла Сейчас Оп-оп Отвисла Ребята Ксюха выбирает Центр Это кстати Интересная история Что в Ульяновске Эти группировки По нынешнее время Это же просто пиздец Ну потому что Город Очень Смотри В городе Заводы Достаточно много Заводов Я бы не сказала Что город Богатый И соответственно Есть неблагополучные районы А что пацанам В неблагополучных районах Еще делать Ну типа Они шатаются По улицам И все Понятно Что еще там Как-то спорт Развивают Там еще что-то Но я просто Еще выросла В благоприятном районе То есть У меня такой Спальный район Центр И то есть У меня Относительно Адекватный район Был То есть Я безумно Люблю Ульяновск Я обожаю Этот город Я Все Ульяновские Если вы смотрите Я обожаю Ульяновск Это вообще Моя любовь Я туда Когда могу Приезжаю Обязательно Это моя родина И я всем Всегда говорю Что Ульяновск Это кто для меня Там родные живут Там друзья мои живут И поэтому Я очень люблю Когда последний раз Была ты в Ульяновске Так что Последний раз Была и в Ульяновске Когда я была Осенью Осенью Нет Вру Я последний раз В Ульяновске Была на тусовке Нашего в августе В августе Куда посоветуешь Сходить в Ульяновске Да У нас есть Мемориал Ленина И там есть Такая красивая Улица Аллея С которой Вид на Волгу И вид на два моста У нас есть Императорский мост И президентский мост И там вот этот вид Наше Куйбышское Большое водохранилище Потому что даже Когда звезды приезжают В наш город Такие О, у вас не Волга У вас море Очень красиво Семьгилейские горы Там реально красиво И Я вообще могу Экскурсии по Ульяновску Водить Потому что У нас в Ульяновске Есть первая Единственная в мире Улица Девятнадцатого века Которая сохранилась Это улица Ленина Там все дома Девятнадцатого века И то есть Это вот Входит в музей-заповедник Имени Ленина Там Так что Там есть что поделать Город красивый У нас Еще Ульяновске У него Это единственное место В мире Где две реки Текут В противоположных Направлениях Свияга И Волга Текут В разные Направления Поэтому У нас такая Аномальная зона Немножко Мне прикольно Город Я там Город Прекрасный Вот рассказываешь Про это место Я помню Она очень красивая Там фотки есть Надо посмотреть Это кайф Это кайфово Еще есть Гонзо бар У вас Мне очень он нравится Я не знаю Работает он сейчас Нет Гонзо бар Сгорел Не так Сверху назад Гонзо бар Сгорел Ебас Пиздец Мне так он нравился Пиздос Вообще Ну не знаю Мы же не по страховке Его подожгли Хрен его знает Да не Ребят Вроде все хорошо Просто люди Жалочат Ксении вас лаги Какие там Происходят Посмотрите Не знаю Меня вообще Все Ксюша лагает Пиздец Пишут Попробуй Выйти Зайти Опа Как я вам А ты попробуй Выйти Зайти Попробуй Просто Вы Хорошо Сейчас 5 человек Давай давай Попробуй Какой вопрос Пикси Про аниме Блядь Мы тут Про такое Говорим Брат Ну ё-моё Най-рот Я про аниме Обязательно спрошу Но я хотел Я это записал Смотри Вот видишь Снизу написано Аниме Видишь Аниме Во Ну-ка Скажи Чё-нибудь Серёж У тебя Жуткие Лаги Блин Ну Всё 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 Нет Мы не сдадимся Ты грузишь Всё у меня Попробуй Выйти Интернет Пощёлкать Посмотреть Что с интернетом Потому что У меня же Всё работает Я бы завис Тогда у себя Ладно Попробуй Я здесь Никуда не тороплюсь Нормально Я недавно Подкаст Монтировался 4 часа Так что Ты меня Не удивишь Мы подождём Ксению Ребятки Такое Красивое Большое Сегодня Для вас Ждём Ксению Пиксис Спрошу Про Аниме Брат Спрошу В личном Обществе Всё нормально Ребятки Я видел Что Ксения Лагает Я всё Держал Под контролем Просто Вроде Отлагала Вроде Вернулась Но Как бы Сами Понимаете Аниме Это Жизнь Но Это Жестко Так Ну-ка Ну-ка Всё Отлично Продолжили Поехали Поехали Всем привет Леонид Здорово Ксения Вопрос Здорово Леонид Ксения Вопрос Для вас Безумный Просто Ебать Ну пока Донат 555 рублей Идём На рекорд Ну понятно Что за славой КМТМ Мне соревноваться Нет смысла Но всё равно Не плохо Для Сергея И Ксении Чтобы вы чаще Улыбались И Иннет Не лагал Спасибо Сайтолог Адушинский За 555 Спасибо Моё почтение Спасибо Спасибо Серёг Навалил себя Звук немного Да и так же Громко Ребята Вот чего Всё классно Ребятки Вопрос Как вы относитесь К аниме Ксения Вот волнует У нас одного Подписчика Очень Просила Индивидуально Задать Единственное Аниме Которое я в жизни Смотрю Не два Если это считается Я Прошу прощения Я вообще Аниме не смотрю Если я сейчас Обижу Анимешников Я Просто Не в этом Не в контенте Я смотрела Только Покемонов И Сэйлормун Это считается Аниме Вот Сэйлормун Вообще Я это Воин матроски И я несу Возмездие Во имя луны Нормально Это я Нормально Ксения Ну Наверное На всякий случай Задам вам вопрос Сейчас Который волнует Всех Ксения Что же дальше Такой большой Бэкграунд Огромный Бэкграунд Премия Любовь Комьюнити И неужели Никто Не предлагал вам На работу пойти Не верится Правда Предложений было Очень много Ну то есть Как бы Безумно много Предложений Было от разных компаний Я не буду их назвать Но писали Писали Да Пытались связаться Но я говорю Что я пока отдыхаю Пока я Я вот в таком Состоянии Еще Кассирую Поэтому ждите Сколько денег Предлагали Сколько денег Предлагали Мы не переходили На деньги еще Ну то есть Я просто Сразу Отказала Все таки Вас ждать В каком-то Кальянном бренде Или нет Да Когда Нас дата Интересует Я анонсирую В конце февраля В конце февраля Ребятки Ксения Будет работать В каком-то Кальянном бренде А пока Вы можете В комментарии Кстати Написать А где же Все таки Вдруг Какой кальянный бренд Мне подойдет Да Отличный вопрос Мистер Брю Мистер Брю Маунтин Дью Кока-кола Палитрочка Любимая Догмочка Любимая Трофимов Любимый Все пишут Ура 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 Так Ответил на вопрос Ивана Моментально Просто Это было Дети Комбека Слушай Вот Читают Для тебя Чат Она сидит В футболке Дарксайд Это спойлер Ха-ха-ха Лишь бы не Мастхэв Простите А че Мастхэв Ну там же Мастхэв Не нравится Блин Один из Это топ-3 Самых продаваемых брендов Сейчас мне кажется В России В любом случае Мастхэв Прекрасный бренд Ну то есть Типа по факту Они вообще Мне так нравится Они двигаются там Своей какой-то Дорогой И вообще Поебаще Происходит Так Ксения Пока они пишут В чате Где бы вы Ксения Смотрите Вы будьте Комьюнити менеджером А я уже Не совсем Ну я имею ввиду Вы пойдете Ну в маркетинговое направление Уйдете Вот А я хочу Мечтаю просто Достучаться До кого-то Чтобы кто-то Уже организовал Стримхат Если что Вы знаете Блогер-миллионник Готов Помогать Сотрудничать И развиваться Подлезал Подлезал Да не Ну просто Я доношу И до вас Я это говорю Каждому маркетологу У меня недавно Был подкаст Который мы никак Не выкакаем Это подкаст Был оффлайн С ребятами С бруска Из джема Короче И я говорю Блядь Надо сделать Поэтому я всем Это пропихиваю Мне просто Эта идея Очень близка Интересно Ксюша За тебя все радуются Дарья Дюпоша Пишет Это классно Ксюша умничка Мастер-чтоп Леонид Просто любит табаки Гастрономическими вкусами Да согласен Ксюха Если пойдешь К сигаркам Я буду ноги твои Целовать Как в песне Убаска Видишь Это кто Это Никер 93 Написал Да Куда бы ты ни пошла Тебе Дарья пишет Везде будут рады Я тут к Дарье присоединяюсь Давайте подумаем Ребят Мы можем У нас есть право Пофантазировать Блэкберн Там правда По-моему Артем сейчас В принципе неплохо Но Окей Сомнительно Но окей Мастхэв Вот как раз таки Мастхэв Мне кажется Ксении Пипец Как хорошо было бы Потому что у них Какие-то проблемы Как будто бы С коммуникацией Вот Анонимус Спасибо Что подарил Пскажи пожалуйста Сереж Нужна ли Мастхэв Коммуникация В принципе Они и так Один из самых Продаваемых брендов У них и так Все отлично Они двигаются Своей дорогой У них все кайф Они делают Классные стенды Они делают Классные интеграции У них все прекрасно Нужна ли она Им эта коммуникация Я думаю Надо смотреть на цифры А цифры Где-то они хорошие Но например Если взять Хорику Я беру Сейчас слова Амбассадора Компании Бернер Кен Что очень сильно Мастхэв Полки проигрывает А это тоже важно Это тоже важно Безусловно Это продажи Это деньги Понятно Что они могут В рознице ебать Но все-таки Есть еще Хорика Которую забывать нельзя Понимаешь Согласна? Ну Хорика Да Это имиджевая история Такая По поводу рекламных интеграций Слушай Так мало блогеров Что-то про мастхэв Говорит Какие-то отправки Что такое для них Отправить? Мало? Я не говорю про кальянных блогеров Вообще Я говорю про интеграцию Мероприятия Про интеграцию Они делали какое-то мероприятие То ли с Поршем То ли еще с кем-то Ну то есть Каким-то Автомобильным брендом Еще с кем-то Ну то есть Они Своей дорогой идут Они красавцы Безусловно Но Там бы я тебя Вот я тебя прям вижу Серьезно Типа я высказываю свое мнение Ребятки Давайте еще поразгоним Догма Я вообще не знаю Для меня это уникальный продукт Они классные челы Но я Блядь Понимаешь Искал догму в Самаре В крупных магазинах Нихуя нету Зашел В Усть-Залупинск В магазин Десять квадратов Захожу А там блядь Есть все Просто Там у чувака Один магазин То есть У нас сейчас сети в Самаре Огромные есть А это один магазин Находится около кофейни Я даже не мог подумать Что там есть догма Ебать Ее там много Она же мне Из-под полы доставала Знаешь Как запрещенные Какие-то вещества Вот Типа То есть реально догму не найти Но догма прикольный продукт Очень вкусно Вот Офигенные продукты Ребята Кто Качают догму Трефил Флеух Вообще просто Он как спикер Охренетительный Я просто его С открытым ртом слушала И как Вообще Как человек И ребята Кто есть догма В принципе Как люди Очень приятные И мне очень нравится Догма Как продукт И как общение С комьюнити Их Мне очень нравится То что Ну то есть Владельцы Грубо говоря Бренда Они всегда Со своими Ребятами Общаются Всегда отрабатывают Возражения И так далее Они безусловно Уникальные ребята Я бы хотел Его позвать На подкаст Алексей Если ты слышишь Иди туда Бля Иди туда Пообщаемся Сигаркина Обязательно Саша Бонча Бонча Я считаю Написал Кто не был Что Ксения Она прям Залетает Такая Добро И позитив Лучки света Спасибо Спасибо Леонида Себать Ты вообще Красава Душинский Urban Soul Да Да Кстати У ТГ Групп Тоже можно было бы Вам побывать Возможно Их немного Расшевелило бы Бруско 100% Да 100% Да Вообще Там сейчас Обожаю Из Бруско Жугин Димочка Если ты когда-нибудь Посмотришь Это вот тебе Сердечко Вообще-то он Наш подписчик Между прочим Ага Дима Да Просто Дмитрий Сейчас в Туре Насколько мне известно Он был в Ярославле Ярославской братве Там что-то рассказывал Поэтому С кайфом Дмитрий Респект Тогда обратно в наш Ксения в энтузиаст Не Не надо Не надо Нет Ксения только не в энтузиаст Пожалуйста Умоляю Так 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 Да Энтузиаст никому не нравится В Дафте Необходимо Вот пишут Дафте Дафт Интересно Дафт Люди вспоминают Хулиган Я думаю не нужно Ксении в хулиган Ити Хотя там В Краснодаре тепло Так-то Вообще Ну если бы Если бы То Чисто в этом плане Мне очень нравится Бренд хулиган Безумно нравится Бренд хулиган Вообще Вот я Это мой топ-3 Наверное Брендов Офигенно Тогда давай Поехали Стоп Вопросы Вопросы еще Мы не заканчиваем Ксения Любимая рубрика Моя Топ-3 Бренда Которые тебе вот Визуально Очень нравятся И привлекают тебя Прямо сейчас Топ-3 Скажи пожалуйста Кальян В совокупности Я понимаю В совокупности Всех Факторов Или Айдентика Или еще что-то Вот всех Просто факторов Ты можешь их вот выделить Сказать Вот Подпиздато Вот смотри Например Типа тебе говорят Кто сейчас Из кальянных блогеров Ебет Ты такая Сургаем Сразу Сразу Вот так же здесь Вот вопрос Давай Хулиган Потом Догма Блин Топ-3 Ну Мне так мало Давай еще Давай еще Больше разрешаю Давай Ксюха Так Все Окей Погнали Хулиган Догма Спектрум Дарксайд Мастхэв Наш я не называю Потому что я работала Но это Это априори Наверное Вот Наверное Вот 5 бренд А Стоп Палитра Мистер Брю Палитра Мистер Брю Отлично Я просто задумался Сейчас про Мистер Брю Вот Кстати А что А чем вообще Мистер Брю Тебе так нравится Там же Кроме каскадного курения Игоря Коновалова Со странными вопросами В телеграм-каналах Но я там больше ничего не вижу К сожалению Бюджетов походу Ребят нет Смотри Вот они совсем недавно Привели мероприятие В Москве Совместно с Трофимовым То есть как раз таки Не аромки Без аромки Они Грубо говоря Одни из первых Которые Прям так продвигают Продвинули Вот эту всю историю И потом у Гаррика Еще будет тур Где он будет Как раз таки Считать Не аромку А аромку И круто Что Незлой поддержал Вообще Всю эту историю Сам вписался Сам приехал И вот они провели Это мероприятие Мне нравится А кто ты сказал Кто вписался Кто это Не злой Не злой С Трофимовым А это кто Это типа Сооснователь Трофимова Или кто Андрей На самом деле Я Он дистрибьютор И вроде как Я не знаю Кто он конкретно С Трофимовым Но он какой-то Очень важный Человек То есть я Как он И амбассадор И дистрибьютор И возможно Там какую-то Не знаю Могу ошибаться Я Вот И почему Мне нравится Мистер Блю Потому что Они реально Идут по своей Какой-то дорожке Вот И Очень Маленькими Шажочками Маленькими Но Но они добиваются Какого-то Вот своего Чего-то Такого Пусть у них Там небольшие Объемы Пусть у них Что-то Нет Но у них Реально Есть достойные Крутые Ароматы Которые Мне нравятся Вот вчера Я была В КП Арбат С ребятами Прокуривали Ароматы Фруктис И Чай с молоком Аромка Держится прекрасно Ароматы Раскрываются Замечательно Вкусно Классно И даже Ребята Оценили Типа Блин Было бы круто Если бы Гарик Там заехал На прокур Мы бы прям Попробовали У них же Там есть Разные Направления То есть Там пивное Направление Такое-то Направление Такое-то Какое-нибудь Там пиво Еще что-то Вот И поэтому Я очень люблю Мистер Брюм Наверное Просто как-то Вот он меня зацепил Чем-то Гариком Зацепил В первую очередь Конечно А потом Уже Наверное Всем остальным Слушай Просто Я так сказал Вот у меня Такое мнение Я типа Понятно Что найти Его вообще В Самаре Невозможно Это сто процентов Девяносто девять Блядь Просто Гарик Все время Странные вещи Пишет Блядь Ну я не знаю Я просто Такое ощущение Что я попадаю В какую-то Ну Как это сказать Ну в комнату Людей Которые вот Сидят в очереди К специалисту Как раз таки Что-то у них Проблема Внутреннее расстройство Я его просто Не понимаю К сожалению Может быть Это я такой Я не знаю И все что я слышу Про Мистер Брюм Это блядь Последний раз Каскадное курение Да ебаный рот Вообще-то Мне там Он причем Гарик мне доказывает Причем мы с ним знакомы Я уже об этом говорил В 2010 Я прям хочу сказать Бро Да успокойся Вас никто не знает И то что я сказал Там где-то Что каскад Ну типа А я причем Знаешь Таким Добрым намерением Типа чувак Прикольно Что вы что-то делаете Это всегда круто Это всегда полезно Типа Я написал Что это что-то новое Он говорит Вообще-то Это блядь не новое Понял Вот так вот Если коротко Я такой Ну заебись Блядь Пришел значит Человеку помочь Без всяких там этих А он говорит Ты блядь Извини меня Че лезешь Я вообще в 2002 году Уже каскадное курение Пропагандировал Блядь Я такой Ну блядь Иди нахуй Пропагандируй дальше Не со зла Не со зла Это Сережа Не со зла Это сделал Подожди Но я же его Подожди Я просто его не понимаю Я же говорю Я был у него в Либерти В кальяне Мы с ним сидели Я Сережа Давно То есть я к Гарику Отношусь совершенно нормально Я даже эти блядь Журналы его продавал В себе в магазине Так что блядь Имею право высказаться Но просто блядь Я его не понимаю Вообще Нихуя Вообще просто Так бывает У меня тоже Наглубка бывает Кирюх Присылай мне футболочку Я обязательно Ее одену На следующий подкаст С удовольствием Охуенная футболка Ну Так что как бы Есть еще разные варианты Ксения У вас что по времени? У меня все есть Все есть Отлично Мы еще продолжаем Ребятки вопросы задавать У него вот Кирилл Из Айфукограм Знаешь такого? Да Что ты вообще думаешь Про него? А у тебя в каждом подкасте Какой-то вопрос Про Кирюша А просто Кирилл это самый Противоречивый персонаж Я уже ему это говорил Нет то есть Я с Кирюхой Сюда на связи Просто я говорю Блядь Все его не любят Вот я хочу у тебя Может быть ты тоже Понимаешь? Я к нему нормально отношусь Вот ничего Он тебе ни разу Не делал плохого? Ни разу ничего плохого Кирилл мне их угром не делал Конкретно Мы нашли его Мы нашли этого человека Уже второй С кем Кирилл Просто Кирюху Постоянно Когда я говорю Я же видишь Стараюсь задать Какие-то такие вопросы Интересные Чтобы это как-то Хоть кому-то Расфорсить И когда я задаю Про блогеров Там пытаюсь Как-то знаешь Ковырнуть Все блядь Да Купограмм Вообще нехорошие Блядь Да ебать Оставьте покой уже И тут он просто пишет И я решил задать этот вопрос А футболка Индустрия Не, правда Я к нему нормально Ну типа Хорошо отношусь И я говорю Мне ничего плохого Никогда не делал И когда Когда мне нужен Был какой-то совет Или еще что-то Я могла всегда Обратиться к Кириллу Он мне всегда помогал Там бесплатно И все остальное То есть он Как бы поддерживал меня И поэтому Кирюша 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 А почему такой хейт Недавно Сегодня с ним Переписывались А почему такой хейт На Кирюху идет Как ты думаешь Я все время задаюсь На самом деле Цель моего вопроса Была обсудить этот вопрос Почему столько хейта Е-мое Что за фигня Потому что Как ты и сказал Противорочивая личность Раздражает Наверное Много людей Не знаю Не могу Я не могу за других людей Что-то сказать И решить Поэтому Как бы Это их личное дело Кирилл знает Говори Кирилл знает Как я к нему отношусь Поэтому Все окей В конце такая Кирилл знает Как я к нему отношусь Козел Ладно Кирюха Ебать тебе Респект Я вообще не ворчала Поэтому я такая Типа Нормально к нему отношусь Ну типа Я такая обиженка Сегодня Кирюш Поэтому вот так Буду про тебя говорить Нормально Ну чуть-чуть Наворчала я На него сегодня За дело Скажи За дело Ну не совсем Ну не знаю Может быть Хорошо Ксения Задаем этот вопрос Всем гостям Написали мне в чате Уважаете ли вы Пельмени Жареные Или вареные И какой соус Вы используете Во-первых Я не ем мясо Уже 10 лет Вот Поэтому Ну я их уважаю Но как бы Я не ем их Ну пельмени Вегетарианские Может быть Ну рыбные пельмени Я могу поесть Какими Наверное вареные Заебись Давай тему А почему ты не ешь мясо Ты просто не хочешь То есть ты не веган Там не Мне просто мясо Сам вкус не нравится Но ты рыбку Окей Ем да А курочку Ем Нет не ем Курочку не ем То есть ты короче Ешь только рыбку Значит получается Рыбные пельмени Сюда Рыбные Рыбные пельмени Вареные Да Можно А соус какой Сметана Нормально Кирюх Ебать Да сделайте нарезку Где лучше люди говорят Про тебя Я то что Я просто задаю вопрос Бро Сам знаешь Не Конец стрима Почему Мы никуда не уходим Ребятки Я пока Вообще нормально Материал собралось Слушай Рыбные пельмени Бывают такие Почему нет Бывают же рыбные пельмени Конечно Пельмени в доставках По вкус вели есть Ой Москвичи В пельмени везде Ты знаешь Самаре Какой вкус вил Доставка нахуй Это что блять Самокат дай боже И все Может вареники Может и вареники Вареники Тоже Вареники Как тебе в целом Картошка Важные вопросы Для Ксении Как вареники Заебись Ведь кто-то Вырежет это И скажет Опять этот Сургаев С вами Глупни вопросы Хайп Хайпует папаша Ну ребят Хайп Это я Кстати Так что извините Уж как вот бывает Кто Хайп Хайпую По поводу нашего Это я Да нет Это у нас тут в чате Понимаешь Что типа Просто все знают У нас настоящий хайпажер Это я Как бы вот Видишь Пивот вареников Захотелось И рыба Не мясо Топ Но ребят Ксении не нравится мясо Она не веган Она относится нормально Не кричит там на меня Что Ааа Чего там мясо Ксения нормально Кносится ко всем этим вещам Поэтому как бы Мы просто все таки Задали вопрос 500 рублей Сергей Ксения Чатик Простите ради бога Что опоздал Но чашку сделал Вина налил Готов кушать контент Да что Рассказывать мне Сегодня У нашего подписчика Его зовут Павел Я кстати переспрашивал много раз Его зовут Павел День рождения Ребята Все кто сейчас есть в чате Сначала это сделаю я Потом я думаю Ксения поддержит Паша Поздравляю с днем рождения Блять Желаю всего самого лучшего Счастья тебе Любви Но самое важное Ты знаешь Я чуть не помер в этом году Кто Если не я тебе скажет Что братан Главное здоровье Все остальное Хуйня Ксения вам слово Пашечка С днем рождения Тебя поздравляю Да самое главное Это здоровье Самое главное Это заботиться о себе И как никто Я сейчас пропондирую И все Всем говорю Всегда заботитесь о себе Слушайте себя Это очень важно Если вы чувствуете Что вы Как-то вам Не Не хорошо Значит Надо немножко отдохнуть Поэтому заботься о тебе В первую очередь Ну конечно Любви Счастья И путешествий Конечно путешествий Новых впечатлений И много денег Вау Паша Видишь как Я обещал Я обещал И не забыл Все сделано Все вовремя А еще Паша делает Такие штуки Коробы и коробки Знаешь Для угля Такие красивые Видела хоть раз Ну у меня только Коробок Катрехи Это они и есть Это он У меня есть такой У Ксении тоже Молодец Паша Скоро будет пост На канале Сургаев Лайв Когда я наконец-таки С ним сфоткаюсь Не успеваю Представляешь Я обязательно рекомендую Всем приобрести Прикольная штука Уже много раз Про нее говорил Поэтому вот Спасибо всем ребят Кто поддержал Ксения Вопрос к вам Ксения Вы очень положительная девушка Что вас раздражает В людях Прям бесит Что меня раздражает В людях Я даже Они супом фыркают Что они И чаем так Вот так Когда делают Это меня раздражает А я так не делал же Сегодня, да? Я так не делал Нет Не делал Все нормально Нормально И когда Едят горячий Такой Вот так вот Расдражает Что ты теперь Будешь аккуратно пить Да? Да все нормально Ты не пыркаешь Да Тут у нас поздравление Для Паши Паша, да Классный Паша Тебе прям Респект большой Паша, давай Залетай Раз мы тебя поздравили Вопрос для Ксении Надо задать Я вижу, что ты хочешь Но он тут весь Расстрогался Конечно Мы же обещаем Он не фыркает Ага Понятно Но они надо мной смеются Тоже Он фыркает Сергей Но типа не ртом Понятно Как обычно Все как обычно Началось Я не понял Я скуф Мне можно Отъебаться от меня Ксения Пытался слова Подобрать Понимаешь Как правильно Задать тебе Этот вопрос Ну Задам тогда Как есть Слушай Ксения Через 10 лет Ты знаешь Есть такой Трюк Психологический Трюк У меня прекрасный дом Замечательный муж Я реализовала себя в семье Я занимаюсь творчеством Я рисую Кайфую И вот Я просто Такая вот буду Вообще Слушай Ну это кайф Просто этот вопрос Знаешь Часто задают На всяких Психологических тренингах Кстати Вот классный вопрос А вот ты Когда Были у тебя Какие-то вопросы Было ли желание Обратиться К каким-то там Тренерам И вообще В целом Вот вы в компании Наш Использовали Какие-то там Бизнес-тренеров Каких-то там Не знаю Коучи Каких-то Наставников В конце концов Вообще никак А компания Наш Не соглашала На обучение Никого Например Ну Со мной Никаких обучений Не было А ты вообще Как относишься То есть Я может Да Нормально Я отношусь Прекрасно Если Люди На них Ходят И У них Что-то Получается Значит Это Работает Хорошо Ксения Эра Телеграм Блогеров Что Ты думаешь Вообще По этому Поводу Что Сейчас Каждый Второй Человек Может стать Телеграм Блогером Иметь 3000 Подписчиков И сказать Ксения Которая будет Работать В какой-то Из компаний А ну-ка Давай мне Высылай Я сделаю Две фоточки Выложу Голосовое Про твой продукт Отправлять Что ты вообще Думаешь По этому поводу Как ты на это Смотришь Хорошо это Или плохо Где Ютуб Блогеры Новые Что вообще С контентом Ты все-таки Как человек Отвечающий За Взаимодействие С блогерами В целом Что ты об этом Думаешь Ты знаешь Вот Последнее Наверное Время Когда я работала Еще У меня было Где-то 150 Телеграм-каналов Список Телеграм-каналов Кальян Которые Как-то Сейчас Кальян Ага Что сейчас Сколько 150 150 Ну подожди Но там Даже те У которых Я не знаю 60 подписчиков Они тоже были В этой таблице Ну то есть Как бы Не так Чтобы там Все Тысячи Ну очень много Которые Без Какого-то Уникального Классного Контента Просто За счет Розыгрыша Накручивают Себе Подписчиков А эти Подписчики Просто Убирают Телеграм-каналы В архив И все И соответственно Допустим Я не знаю Там канал Сколько-то Тысяча подписчиков А просмотров Не знаю 90 И ты такой Думаешь Чувак Странно Это Ну то есть Я всегда Уже писала Вернее В конце Я уже Начинала писать Ребят Во-первых В чем Наши выгоды Работать с вами В чем Ваша уникальность Что вы нового Можете нам Предоставить Вообще Что вы можете Сделать Мы работаем Сейчас Типа и так С топовыми Кальян Телеграм-каналами Я уверена Что У Никиты С Мокетрипа Больше Чем Кальян Точно Типа Ну Не знаю Процентов 40-50 Аудитории Вот этой Ну даже Больше Наверное Процентов 80 Кальян Аудитории Телеграм-каналов Ну то есть Как бы Ребята Вообще Они качают И Там Когда мне Писал кто-нибудь Не знаю Там С накрученными Тысячу подписчиками О том Что Отправьте мне Бокс Я блогер Я всегда Говорила Чувак Я вообще Все вижу То есть Я все Мониторю Я все Смотрю Если мне Будет интересно Я тебе Сама Напишу Сейчас Продолжай И еще Я писала Типа О том Что Понимаешь Что Сейчас Такой Блогинг Пошел Что Ты С нуля Уже Не можешь Чего-то Получить И так далее То есть Тебе Нужно Сначала Вложиться В это А потом Уже Получается Дивиденды Ну то есть Покажи мне Посты Какие-то С патчным Брендом Которым Ты Обращаешься Хотя Что Ты Уже Писал Что Ты Уже Делал То есть Мне Я всегда Блогер Коммерческих Предложений Или еще Чего-то Они Пишут Писали Типа Пришли Бачка Обзор Там Еще Что-нибудь А по факту Как бы Чтобы Так Все было Расписано Привет Там Я Вася У меня Вот Моя Статистика Вот Я Писала Несколько Постов Про Ваш Продукт Вот Посмотрите Вот Это Как Вам Нравится Или Нет Готовы Со мной Работать И все Остальное Вот Такой Подход Мне гораздо Больше Нравится Ниже Чем Пришлись Мне Это Большой Обзор Ты Сказала Блин Главное Опять Не Покашляй Боюсь Умереть 150 Каналов Сколько Все-таки Из них Реально Мусор По Твоему Мнению 100 Анонимус Ты Что Ты Спасибо Братик От Душинский Кто Ты Покажись Блять Кто Заходит Дарит Подписки Спасибо Большое Спасибо А это Ты Матвей А почему Анонимус Ладно Разберемся Ксения Ты Сказала Что Есть Два Телеграм Канала Которые Соберят 50% Всей Телеграм Аудитории Мы Недавно Эту Тему Поднимали Как Раз Таки На С Одином И Один У нас Подкаст Не Мы Просто Позвали Одина Любезно На Стрим Зайти Тебе Не Кажется Что Доверие К Ребятам Не Такое Высокое Они Как Новостные Паблики Их Просто Эту Ленту Читают Но Нет Такого Как Например Возьмем Слава К МТМ У него Аудитория Супер Предна Она Идет За Ним А тут Просто Новостной Паблик У Никиты Сейчас Есть Его личный Телеграм Канал А вот Больше чем Кальян Как будто Такие Знаешь Они Что Никита Смокетрип Что Больше чем Кальян Такие Безликие Телеграм Каналы Вот Я тоже Так Думаю Что Типа Просто Новостная Лента Может Быть Все Таки Это Неправильно Немного Суждения Дополню Еще вопрос А как Вы Вообще Проверяете Телеграм Каналы На Вообще В целом Что Вы Делаете Смотри По факту Да Это Новостные Паблики То есть В любом Случае Я считаю Что Не попробуешь Не узнаешь То есть По факту Слушать Мнение Десяти людей Которые Не знаю Пять Говорит Что это Отлично Пять Говорит Что это Плохо Ну то есть К какому Мнению Ты прислушаешься А тут Новостной Паблик И ты Такой Смотришь Типа О Там У нашего Табака Наш Интересно Мне попробовать Круто Я попробую Ну то есть По мне Вот это Новостное Это очень круто Это больше Мне нравится Понятно Что у кого-то Есть да Бредные фанаты Которые Грубо говоря Нашли тех Блогеров Которые Кусовые Предпочтения Приблизительно Совпадают И соответственно Они могут Там двигаться С ними Но опять же Я даже Не знаю То есть Есть Еще несколько Телеграм Каналов Которые Мне супер Нравятся Которые Идут И делают Костя В касании Вообще Красавчик Молодец Я обожаю Он вроде Блогер Из как бы Новый Новый Сфер Нового Время Блогер Но уже Там Убивается Он все делает Он вообще В этом плане Молодец И есть еще Ребята Какие-то Блогеры Которые пишут И в основном Знаешь Как ты смотришь Телеграм-каналы И там просто Распаковки Ну Типа Распаковки Распаковки Там мнения Какого-то Нет Или еще Что-то А еще Плюс Второй Вопрос Ты задал Как я выбирала Телеграм-каналы То есть смотри Я даже В какие-то моменты Не смотрела Там на какую-то Статистику Или там На какие-то Супер-просмотры Но я смотрела Что человек Например Заморачивается Он Снимает роль Представляет Свет Он делает Фотографию Он реально Там живет Эти Кто 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 Ну Вот смотри Енот Есть Парик С языка Сняла Блядь Я ему Вот только Писал Недавно Вообще Самый Недооцененный Телеграм-канал Енот Он молодец Большой Потому что Он действительно Заморачивается Какие-то Гримы Делает Еще что-то Ну то есть У него У него же Есть инстаграм Он же Больше инстаграм-блогер Нежели Чем Телеграм Он там Пытается Перевести Аудиторию На телеграм Но все равно Больше все-таки Инстаграм Но как Он это все делает Какой он красавчик И молодец Он вкладывается Он старается Он хочет И то есть Мне было приятнее Отправить там Блогер Бокс Каком человек Который так Заморочится Но он там Не даст мне Супер какой-то Конверсии Я не знаю В плане Просмотров Нежели Чем тот У кого там Не знаю Какие-то там Тысячи подписчиков И типа Просто там Кто-то Скрилилит ленту И такой Ну прикольно Все Ну типа Не особо даже читает Только из-за розыгрыш И подписан На телеграм-канал И все То есть Ты знаешь Я добивался Того Чтоб ты сказал Что мы чекаем Телеграм-стат Но ты сказал Что попа на него Ты просто сама Лично оцениваешь Каждый канал Правильно? Ну да Я просто лично Смотрю канал Я смотрела лично Канал Там же есть Там же написано Посмотр Вот эту всю историю Слушай Я тебе рекомендую Зайти в телеграм-стат И взять свой топ-канал Я просто тут Не так давно С этим познакомился Может быть месяц назад И там столько Интересного узнаешь О разных телеграм-каналах Рекомендую Заморочиться И прям посетить Там минут 20 Прям возять Вот на компьютере Вбить в тебе топ-телеграм-канал У тебя там прям Вся статистика И ты посмотришь Я знаю Да Я знаю Телеграм-стат Тоже пользовались Я в свое время Еще лайф-дюном Пользовалась Мы статистику Тоже смотрели Конечно Мы это мониторили Я для себя Это все делала Но просто В какой-то момент Я уже такая Типа Понятно Ну то есть У тебя уже глаз Настолько Понимает Что читают люди Что не читают Нет это не читают Это Хуйня Это Ну то есть Ты типа Ты плечный Уже и так понимаешь Что ты думаешь По поводу накруток Вообще Телеграма Это оказывается Мы недавно выяснили У меня есть тоже Хейтер какой-то И на кто-то накручивает У меня реакция Не знаю Блядь И мы естественно Ну блядь Мы же заходим У нас дискорд есть Мы там сидим Я прям в гугле Накрутить Телеграм Жбэнк Первая же ссылка Вообще Такие гроши стоят Просто пиздец И кто-то там Говорит на ютубе Накрутить Сука Ну накрути блядь Накрути Если вы не знаете Ютуб тоже работает Над просмотрами И если ты будешь Заказывать на где-то На дешевом сервисе Тебя нахуй Все спишут Тебя в блог закинут Ты вообще будешь В таком очке На ютубе В телеге Вообще Всем похуй Может быть Этот рост Телеграм блогеров Как раз связан с тем Что первое Это легко Надо иметь просто телефон Чтобы начать делать блог А второе Реально какие-то реакции Просмотры Стоят просто копейки Как ты думаешь Ну смотри Ты же смотришь Еще плюс На присутствие комментариев И ты смотришь Комментарии От живых людей Или нет живых людей Это же все тоже просматривается Ты же понимаешь Откуда это все идет Ну то есть Наверное Из-за своего опыта Я приблизительно понимаю И вижу Где накручено Где не накручено Где вот это все То есть Комментарии Ты вот какие-то там Супер уникальные Необычные Типа вот Которые от людей Ты хрен их накрутишь нормально Ну да То есть типа Понятно что есть Подстраиваются Но это тоже читательно Пока это еще не пришло К тому моменту Что Там типа Как-то уже Отвечать будут И все такое Но наверное Это тоже дойдет Там нейросетки дойдут До этого Что люди уже Комментарии начнут Ну когда типа Не знаю там Пост Десять тысяч просмотров Там не знаю Миллион тысяч Реакций И один комментарий Ты такой думаешь Ну камон чувак Ну ты серьезно Ну типа Ну не бывает так В телеграме Ну как бы так не работает Все равно Блин Даже в других Даже не связанных С кальянной индустрией Телеграм-канала Постоянно какие-то Комментарии Ну типа В какой-то там Не знаю Вообще Что угодно там обсуждают Давай тогда Я тебе в лоб Сейчас уколю Так сказать Все-таки Как ты считаешь Кто-то из телеграм-каналов Топовых Накручивает себе Просмотры И реакции Комментарии Или нет Я все пытаюсь Это у тебя Понимаешь Выпытать Я Ну предполагаю Но говорить не буду Сколько этих человек Плюс-минус Ну посчитай Давай смотри Сургаев лайф Со своими ботами Это первое Боты Плюс в чат Блять Самодонаты Я старался сегодня Видишь на два фронта Работал Еще Да блин Такой ты провокатор Конечно Ты Тут мне репутацию Портишь Делаем контент Блять Да нет Слушай Да ты ладно Боты вам плюсики В чат пишут Да нет Слушай Давай так Ты не называй Кто Ты просто скажи Сколько их Одного я тебе подсказала Не ну реально Может быть есть Я вот считаю Что Есть два Телеграм-канала Которые у меня Есть вопросы Судя по статистике Все Больше я не могу Ничего сказать Трем наверное Телеграм-канал Есть вопрос Трем А как думаешь Кто самый крутой В телеге Ну я не беру Новостные паблики Для меня это Знаешь Типа отдельная история Новостные паблики Вот из таких Кто топ Телеграм-канал Ты так и говоришь Вау круто Мне нравится Я смотрю Слежу Ваня забей Слава к МТ Кайфово И Сергей сургает Ну я не считаюсь Это я уж про себя Чего Зачем мне говорить Про себя Я как бы Никогда себя сам Не похвалишь Никто не похвалишь Ну спасибо Реально На самом деле Я тебе хочу сказать Что Если взять статистику А я ее недавно смотрел То Ты в принципе Попала в пятерку Тех у кого Охуенная стата Если что Пожалуйста Заходите Телеграм-стат И блять Можете смотреть Именно статистику Там у Славы к МТ Вообще Какие цифры ебанутые Я до сих пор Не понимаю как Но у Вани Заби Еще есть очень активный чат Кстати Не забывай Это тоже уровень Ребят Никто про вас не забыл Ребята Никто про вас не забыл Хардкут Коман ругаются Говорят про нас забыли Донат от бота Сюда Спасибо за 100 рублей Донат от бота Спасибо Паша Спасибо Самый донат Как говорится Хардкут Не обижайте Мои пусечки Мои малыши Я говорю именно Про Крупнее Каналы Чем у вас Мои хорошие Я вас очень люблю Вы даже у меня не в архиве Еще больше Чувак Извините Вы просто Никто Ладно Я шучу Это шутка Это шутка Я шучу Тихо 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 Телеграм Действительно У Славы Мощный Телеграм канал И у Ваньки Забей Мощный Телеграм канал Ну то есть Правда Это Ну это факт С этим Ну нужно Смириться Я не знаю А ребята У них тоже Классная Лайв Классная Вот эта вся Движуха Но мне Инстаграм И так далее Но я сейчас говорю Именно вот про Более Чуть выше Подписчиков Ты заметил Что я у тебя Про ютуб Не стал спрашивать Потому что Понятно Там есть Там Ай Кантон Я Хардхука Влад Около Кальяна Ваня Забей Там Слава Нас Осталось Мы последний Из магикан Потому что Делать контент На ютубе Стоит дохуя Вот нас там И нет Вот Ксения просит Еще раз чатик Что вы перелогинились Пожалуйста Говорят Вы в мыле сидите Попробуй еще раз Пожалуйста Извините Ребята Попросил перелогиниться Но я тут Ничего не могу поделать Что-то у Ксюхи С интернетом Бывает такое Ребятки Это Это Отрыжки профессии Так сказать Ну без этого Никак Сами понимаете Матвей Я не понимаю Твой вопрос Бро Какое соотношение Коррекарных блогеров И информационных ресурсов А что-то понимать Два информационных ресурса Самых крупных Вы же это знаете Это Смоки Трип И Ксения Камеру Пожалуйста Отлично Все четко работает Так у тебя же есть Админка У тебя же есть Админка Я не понимаю В чем речь Что мне там Какой-нибудь Хейт Написали Нет Да Ксюх Да прикинь Вообще нет Я уже и так Видел как Уж извивался А вот представь Что ты себе Пуху накидываешь Ты думаешь Это же я пытаюсь Как бы Понимаешь Я же тоже Смотрю интервью Разные Слушаю И стараюсь Задавать вопрос А в дискорде Бля Я Матвей Не могу сейчас дать Давай потом Потом Сейчас не от сервера Зависит Бокал Рислинга За нас Поднимает Спасибо большое От Душински Да бро Я просто Спросил этот вопрос Мы должны были Об этом Поговорить Это все таки Тоже интересно Это Блин Сейчас Ксения Давай я Матвей Зайди куда-нибудь В канал Чтобы я тебе дал Быстренько Вот Зайди куда-нибудь Быстренько сюда Быстрее Быстрее Отлично Сейчас Все Ксения Извините У нас тут Свои терочки Мы тут Сервер Хотим поменять Что вдруг Может быть Из-за этого О Так Я сейчас На секундочку Давай 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 А давай Кстати Да Давай Давай Захетим Я себе водички Хочу попить Сейчас проверим Что там На меня Есть хейт Да Отлично Кстати Вопрос Почему Вы курите Заместо кальяна Какую-то Пиписку А Потому что Я не курю Дома кальяны Почему Это не Пиписка Это Я не курю Дома кальяна Потому что Собака И кошка Им нравится Зап кальян А Это очень важно Ну вот Вопрос Сейчас Ксения Сколько У вас Татуировок Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять 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 Ребятки Девять Татуировок Ксении Ксении Мне кажется У вас Просто фокус С вас спадает У меня есть Такое ощущение А вот У тебя Телефон Повернут лицом На тебя Да А ты попробуй Тыкнуть Один раз На экран Видишь У тебя Просто фокус Почему-то Спадает Мылит Картинку Ну ладно Ребят Сейчас Главное Сейчас Сгоди А еще Так Не нравится Света Больше Надо Все Нормально Оставляй Так Конечно Иван Сможет Паша А мы Паша Ничего Я отвечаю За тебя Иногда На вопросы Иван Ответил Паша Это уже Было Братишка Было 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 Мы уже Задавали Вопрос Жизненный Вопрос Ксения Все-таки Вы живете В Москве Давно Ли Как вам Вообще Москва Привыкли Уже Не хотите Уезжать И что Вас Постоянно Бесит В этом Городе Картинка Выровнялась Кстати Все четко Я живу В Москве Уже Поступила В университет В 2009 Году Соответственно Получается 15 24 15 лет Я живу В Москве И мне Очень нравится Город Москва Я его Люблю Мне нравятся Дороги Медицина Все Меня устраивает Все Кайф Вообще Госуслуги Все остальное Я вообще Это очень люблю Доставки То что ты можешь В любой момент Что хочешь заказать Все решаемо Все вообще По кайфу Что мне не нравится Пробки Конечно мне не нравится И то что Что-то улицы Плохо сейчас Стали убирать Вот это Мне тоже не нравится Собянин Ну-ка Быстренько Разобрался Какие-то вопросы У меня К Сергею Семеновичу Да В этом году Сергей Сергей Семенович Ёкаранный Соколик Имею вопросы Ксюша Когда марафон Готово? Я бегаю Ааа И ты прям Каждое утро Встаешь Су-треца Нет Нет Конечно Я просто Тренируюсь Чуть Нет У меня полмарафон В мае А марафон Я надеюсь Что я все-таки Подготовлюсь К нему И он В октябре По-моему Жесть То есть ты побежишь На какой-то гонке героев Там или как это называется Нет Это марафон Московский Просто 42 километра У нас просто Это гонка героев Где бегут Вот так Вдоль всего города Красный Есть Ну понятно Понятно 42 километра Которые спрашивают В чате Да Да Ну а сейчас В мае 21 и 1 Побегу В мае В мае 21 километр Ебать Нифига себе Это очень серьезный Кстати Вообще показатель 21 километр Ребятки Если я сейчас побегу 21 километр Я на пятом километре Упаду Сдохну И меня вырвет Короче Если что У меня куча медалей Всяких Со всякой Вот этой херни А Блин Я вообще не знал То есть ты Профессиональный бегун Нет Я не профессиональный бегун Ты знаешь Что когда Любое Вообще Побегушки Вот эти вот Потом в финале Всем финишорам Дают медальки Я не бегаю На сборах Не ну подожди Но ты же дошла до финала Да Но ты понимаешь Что я Я не доползу До финала Сейчас За финал Мне давали Медальку Да Вообще Кайфово же Прикольно Себя чувствуешь Когда ты Добегаешь До финала И тебе дают Медальку Ты такой Все Я это сделал Я молодец Пишут Айком На марафон Возьмете Не понял Айком Айкос Наверное Айкос Айкос Ты бежишь С Айкосом Когда Марафон идет Нет Без Айкоса Во время Марафона Все Ну ладно Задам этот вопрос Так что Задают Во время Марафона Все писаются И падают В обмороке Было что-то подобное Нет Не с тобой Но в целом Ты бежишь такая И чувак там Блюет Такая Пошел в сторону И ты дальше Короче Нет Я же говорю Я не бегу На скорость Я не бегу Чтобы каких-то Супер результатов Добиться Я бегу По кайфу И поэтому У меня Не супер Большая скорость Я типа Чисто по кайфу Бегу Может быть Типа Так Слегка Смотря По сторонам Слушаю Музычку Чисто Вообще По кайфу Да Вот именно Так А Некоторые Которые Наверное На скорость Бегут Наверное Они и писаются Когда бегут Не знаю Ребятушки Как сказали Многие На наших Подкастах Перебываться Нужно А то ноги Будут вонять Поэтому Да был вопрос Как часто Бегуны Перебываются Я говорю Вот Ответь На нем А сколько Ты пробегала 21 километра Вот у меня Спрашивают По времени Два часа Где-то Двадцать минут Два часа Двадцать минут Двадцать один Километр Нихуя себе Это сильно Вообще Это хороший Такой показатель Так Ксения Что мы Вас еще Не знаем Кроме того Что вы Профессиональный Бегун Еще Как есть Вопрос Я не Профессиональный Бегун Да ебать Ты понимаешь Что если Я Слава Мы Двадцать Километра Побежим Еще Ваня Забей Мы просто Умрем Какие Два часа Мы будем Вот так Ползти А Ваня Такой Я выпиваю За их здоровье Слава Такой Уже Ничего Не отвечает И я Тут же Падаю И все Мы все Втроем Помрем Просто Что это Очень Как бы Это Мы просто Не пробовали Никогда То есть Ты хочешь Сказать Что в целом Если Чуть-чуть Подготовиться То каждый Человек Сможет Пробежать Конечно Конечно Тебе Ну За полгода Я думаю Ты можешь Подготовиться К полумарафону Не Не гонясь Не гонясь Результатами Просто Вот 21 Километр Пробежать На Своем Комфортном Пульсе В своей Ну То есть Вот Своем То есть Это реально Абсолютно Каждому Человеку Просто Надо Заниматься Слушай Ксения Чтобы ты Понимал Насколько Я Долбоеб У меня Странно Работает Мозг Вот Мы Сейчас С тобой Говорили Про Пробежки Про То Что Каждый Может И У меня Вопрос Возник Который Задавали К нам В чате В телегах Мы его Разгоняли Ксения Что-то Подвисает Да У меня Вопрос Просто Не бегал Больше Пяти Минут Это Невыносимо Сейчас Ксюха У тебя Пролагает Я тебе Задам Вопрос Секунду Где Можно Купить Ваши Картины О Давай Ладно Про Картины Это Типа Что Такое Я рисую Иногда А что Ты Молчишь У меня Даже Кп Кп Моим Любимым Витит Три Мои Картины Слушай И Сколько Картины Стоит У тебя Да Нисколько Я им Так Подарила А у Тебя Есть Какая Картина Давай Давай Она Так Тебе Неси Сейчас Сейчас Современное Искусство Но в этом Что-то Есть А почему У него Фиолетовый Глаз А другой Зеленый Потому Что Я так Захотел Забавно Но в ХП Блэк С Висят Картины Это Просто Такая Ну Знаешь Я там Цветами Поигралась А там Висят Обнаженные Девочки Мяу Слушай Ну мы на твиче Не можно Сказать Но пока Я Комментарий Вот я Кстати После падения Самоката Выглядел Примерно Так же На самом деле Это Отличное Спасибо Матвей Слушай Я так Подумал А что Может Мы Какую Картину Разыграем Может быть Эту Да ты Ты думаешь Она кому-то нужна А тебе Она не нужна Мы ее Разыгрываем Не ну давай Кому-нибудь Нет Давай так Я просто Хочется Вот Ты вот Дайл Дайл Эту картину Я бы Мне не надо Вот разыграем ее Типа Может быть Я ее как-то Или на твиче Или вот Есть чат У меня Чат И там Есть крутые Бобры Вот мы Просто ее Чисто подарим Без всяких Там Если надо Мы твой канал Так пропиарим Это не проблема Просто хочется Приятно Сделать чату Это очень прикольно Что ты думаешь Об этом Ладно Пожалуйста Все Мы механику Придумаем Ребятушки Разыграем В бобрах Очень прикольно Кстати Зря ты Знаешь Вот это же Надо тоже Нарисовать Я вот вообще Не знаю Как бы я такое Нарисовал Вот типа Реально Уникальная история Почему ты Начала рисовать Вообще Не знаю Родилось так Ну Слушай Мне кажется У тебя есть же Какой-то талант Наверное Но это же Такая прикольная Понимаешь Я был просто В музее картин Никогда нахуй Не понимал этого А потом Прошелся На трех Три раза я был И из трех раз Только один раз Я даже фоткался Были картины Которые у меня вызывают Отвратительные эмоции Прямо Наше отвращение Какие-то у меня Вызывают удивление Какие-то у меня Вызывают Не знаю Какой-то Позитив То есть Мне потом уже Объяснили Что если у тебя Картина вызывает Даже ненависть То это ебать Круто Вот я даже Смотрю на эту картину У меня к ней Какие-то вопросы Есть А если у меня Есть какие-то К ней вопросы Значит это круто Понимаешь Сечешь 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 о чем я Да Именно Короче В том Что когда я С кисточкой И с красками Я не думаю У меня нет мыслей Ну то есть Типа я просто С помощью краски Свой мозг Разгружала Ну то есть Вот просто Разгружала Разгружала Свой мозг Вот с этой помощью Говоря у меня идет Какой тип реал И я что-то там Крашу Себе Крашу И поэтому Собственно Кайфово Ксения Вопрос Который как раз Таки меня осенил И дошло Был вопрос у нас Почему кальянные бренды Не интегрируются В крупные мероприятия По киберспорту Не покупают рекламу У каких-то мегазвезд Там например Твича Или Ютуба В чем вообще причина Были ли какие-то Такие запросы Вела ли ты с кем-то Переговоры И все-таки Почему это происходит Во-первых Бюджет Ну то есть Бюджет ограничен От твич Какие-то крупные блогеры Они соответственно Стоят достаточно дорого Общался ли ты До первого Да С кем-то общался ли ты Уже с твич Стримеров Например А у меня был менеджер Который занимается Вот этими всякими Блогерами И так далее И он мне присылал Смету Ну то есть Кто сколько стоит Там за интеграции И все остальное И собственно Никто не проходил В тот момент По бюджету Но я Отправляла Не помню Как мальчика зовут Он тоже твит Ну типа ведет Стримы И еще кому-то Отправляла Кто ведет Стримы Но я как Смотри Я просто с ними Хотела коммуникацию Какую-то на лайте И сказала Типа Я просто отправлю тебе Табак Ты попробуешь Покуришь Если тебе понравится Ты можешь Об этом сказать Типа засветить Если тебе не понравится Ты можешь Об этом не говорить И как-то Вот мы с ним Потом Еще что-то Переписывались Пообщались И собственно Потом я ушла Из нашего Вот еще Вот такая вот история Все-таки Первый бюджет Бюджет Конечно бюджет Ну то есть Это все Не дешево Но Я уверена Что там Какие-то Мастодонты Рынка Однозначно Что-то По-любому делают Ну то есть Кто-то Из ребят Делали А зубы По-моему Была такая история Что он же курит Кальяны Электронки Кто зубы И что-то Да 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 Конечно Да И что-то Кто-то с ним Из наших Связывался И он сказал Что нет Я не буду Ну типа Реклами Я не То есть Я и курю То У HQD-шки Заходили через Бустера В свое время Они закупали У них у всего Ну это ты не знаешь Я тебе просто Ставлю В курс дела У них есть целая Тусовка И вот они Через них их Они кудрили На стримах HQD Это было в самом начале Когда были вот эти HQD-шки По 300 рублей Вот Они тогда прям Залетели Так С Blackburn На Твиче Был один интересный Рекламный кейс Года два назад Я уже не помню Ну вот Он там нужен Ребят Любой пиар Это всегда круто Да По-любому Сегрех У тебя блогер Миллионник Но У Джова Миллионник Миллион подписчиков Немного другие А у тебя вот есть Смета А ты могла бы ее Как-то нам Линкануть В чатик Например Это же не секрет Просто собранная информация Мне просто Интересно Сколько у них Стоит реклама Я поищу Поищу Мне просто интересно Сколько Просто мы Знаешь На эту тему Прям Дискуссия была Я говорю Бля Ребята Вы понимаете Что у Крупных блогеров Просто реклама Стоит дохуя И если Это еще и табак То она может стоить Х2 Никто это не понимает Я просто решил Задать этот вопрос Чтобы ты Многим открыл На это глаза Потому что Никто не хочет Рекламировать Кальянную продукцию Вы не понимаете Или не понимаете Все боятся Потому что люди Даже у нас на ютубе Я там шорты гружу И бывает Они знаешь Шорты же Они как паутина Распространяются Как твоя комментария Комментария Александра Черняева В телеграммах По всем местам И люди Пишут часто Чтобы я помер Там и все такое Это нормально Что я такой плохой Так 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 Ответили Ребятки Давайте задавайте еще вопросы А то Ксения уже По-моему устала Я уже вижу Что она прям такая Два часа выдержала Так сказать Это мы с вами привыкли По 6 часов Хуярить А тут надо Ксению Давайте зададим Финальный 10 минут Ксении Мы вас отпустим Вот 10 минут Хорошо И погнали Ксюха заранее Пока они думают И я тоже Хочу тебе Сказать большое спасибо Что нас посетила Было много Инсайдерской информации Мы нарежем Кучу шортсов И я думаю Что Увидимся скоро Мне так кажется Возможно Потому что я-то знаю Где ты будешь работать Если вы хотите Чтобы я рассказал То всего лишь Несчастный миллион рублей И в принципе Мы с Ксенией Прямо сейчас Об этом скажем Вот Но я на самом деле Не знаю Это моя догадка Но я не буду говорить Потому что я Догадки Это хуйня какая-то А вот когда будет информация Мы с фанфарами Прямо выложим пост Вот такой Скажем Поздравляем Все такое Вот так вот Как мило А вообще Спасибо большое Что ты пригласил Меня на стрим Мне интересно Теперь у меня будет Дискорд Я не знаю Что это И как им пользоваться Но Видимо Буду учиться А пока Я тебе расскажу Смотри Дискорд Это наш канал Джи Джи Лауш Это канал Трех друзей Которые играли В компьютерную игру Это мой Слава КМТМ И еще есть я Но он не из индустрии Он просто очень Профессионально играет И мы все стримим И этот канал Был там Вот Создан нами Мы здесь часто Можем сидеть Общаться Просто есть там Категории Ты можешь их увидеть Общалка Или Камстудия Или игры какие-то И вот бывает В общалке сидят Люди общаются Тут бывает Заходит Константин Лапутин Бывает Заходит Ваня Забей Кто еще Там Дэвид Родригес Тут все вообще есть Потому что я всех звал На подкаст Илья Романов Здесь сидит То есть мы все здесь Вот Поэтому заходи Вдруг тебе как-то что-то Мы здесь как бы работаем Вот Это наш общий Телеграм-канал Ой Дискорд-сервер Треха Все здесь Да, кстати Треха тоже здесь Вот Шаломчик, бобры Привет, привет, привет Да, не забываем Реакция стоит 100% Щербаков или Кочерыгин Спрашиваю Кто спрашивает? Никер 93 А в каком плане? Во всех Это провокационный вопрос Я не буду на него отвечать Как я могу их вообще Ну типа Как-то разделить Или еще Или выбрать Кого-то одного Нельзя Ну хорошо Не ответит вам Хорошо Я просто Не до конца Попомнил вопрос Ну да ладно Пожелаем Ксении Счастья Благополучия Скорейшего решения Всех вопросов И жизненных дел Прухи по жизни Чтобы у тебя Все было хорошо Не было никаких Венерических заболеваний Были деньги Тебе пишут В чатике От всей души Так сказать Вот Я чуть перевел Просто на женский язык Ксения Все тебе пишут Сердечки в чате Посылают А кстати Вопрос финальный Отличный Да я считаю Из серьезных вопросов Ксения Выдалили премию Повысилили зарплату В табаке наш После просьбы Вячеслава в ролике Конкретно После просьбы Нет А так да А так да Ксения И все таки Мы Завершаем Запись Во первых Словами Ребятушки Это видео Попадет на ютуб Вконтакте В яндекс дзен И даже в рутуб Поэтому Все кто не подписался Тот какашка А пока вы Думаете Как правильно какать Это кстати Видео тоже есть на канале Ксения Пожалуйста Скажите Теплые слова Для нашей аудитории От всего вашего сердца Ой Такие вы звездочки Конечно Это так мило Спасибо Во первых Еще раз скажу Большое спасибо Что меня вообще Пригласил Сережа На стрим Столько времени Меня ждал Столько времени И вообще Ну то есть Мы все таки Добились этого момента И я рада Что я первая женщина В стриме у тебя Это ничего себе Уровень Это ого-го-го-го Поэтому я благодарю вас И я походу думаю Что как будто бы Это самый добрый Твой стрим Там как бы Что-то вообще нет Да ничего Про меня не писали Я такая думаю Сейчас как начнут Поэтому всем Большой удачи Всем счастья Всем любви Всем путешествий Добра Здоровья Улыбок Друзей Каких-то встреч Классных Вообще Пусть у вас все будет По кайфу Просто Живите Радуйтесь Получайте удовольствие От жизни Кайфуйте И в первую очередь Заботьтесь о себе О своем психологическом здоровье Если вы чувствуете Что что-то не то Обратитесь к специалисту Любви всем Терпения Люблю вас Обнимаю Вы замечательные Все ребята И я говорю это искренне От чистого сердца А не так Чтобы я хочу на себя Пуха навалить Как Сергей сказал Все Ты теперь понимаешь Что сейчас возьмут Этот момент И скажут Бля Этот нехороший человек Даже Ксюхе бля Там говорил Что он себе Пуха накидывает Ты же понимаешь Что просто многие Не смотрят полностью Они вот этот шорт Увидят А я его вырежу По-любому И скажут Что я нехороший Нехороший человек Сургай Сергей Ксению благодарит Спасибо большое Это было реально прикольно Ты знаешь Этот стрим Отличается душевностью Наверное И искренностью Я не побоюсь этого слова Реально круто Ксения Тебе желаю Всего самого лучшего Спасибо большое Что ты нас посетила Я думаю Дальше мы уже увидимся В ИРЛ И запишем стримчанский Прямо с места событий Которые произойдут Чатик Ютуб Дзен И все вы Желаю вам Вкусного чая Каждый вечер Тепла Доброты И обнимашем Пока-пока Мы вам машем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok